Глава 4. После своего азиатского турне Николай вернулся в Санкт-Петербург совершенно другим человеком. Отец, глядя на сына, все нарадоваться не мог. Шутил, что сына в этой поездке подменили. Грешным делом стал думать, что удар по голове только на пользу Николаю пошел. Может, когда цесаревич его ждал, у него перед глазами вся жизнь прошла, будто он смерть свою увидел. После таких ударов бывает, что у человека психические расстройства случаются, а поведение его становится непредсказуемым. У цесаревича появились только головные боли, но он врачам не давался. И все эти новомодные штучки с легкими электрическими разрядами, которыми врачи лечили головные боли, отвергал на корню. Разрешал лечить боли только с надобьями, которые ему лейб-врач готовил. Причины своих отказов не объяснял, но император не очень-то и наставил. «Теперь я за трон спокоен», — тихо говорил император, так чтобы никто его не услышал. Уезжал молодой повеса, который большую часть своего времени проводил в различных развлечениях, увлекался балетом, но больше балеринами, как, впрочем, большинство из великих князей, а вернулся настоящий мужчина. Как-то сам собой расстроился роман с Кшесинской, прозванной при дворе «феей Оленьего парка», намекая тем самым на Людовика Пятнадцатого, который в Оленьем парке держал свой гарем. Как только время позволило, фея примчалась к нему в гости, но и она увидела перемену, произошедшую с Сосаревичем, а только причины этого не поняла. «В Японии такие хорошие и гейши, что я тебе стала не мила?» — спросила Кшесинская. «Кто же не знал о тех странных обычаях на Гасаке? Надо подписать контракт с хозяйкой чайного домика. И пока действовал контракт, в этом домике тебя ждала временная жена, которая хранила верность до тех пор, пока в порту стоял твой корабль. Она и носки с подштанниками стирала, и всякие кушанья готовила, и ублажала, чем могла. Что-что, а ублажать временные жены умели превосходно». В библиотеке крейсера была книжка Пьера Лути, в которой все это и описывалось. Николай, оказавшись в Нагасаке, был подготовлен к тому, что он там повстречает. Приехал в Нагасаке Цисаревич уже теоретически подготовлен. Ну и на практике свои знания использовал. «Наш-то маринист Константин Станюкович постеснялся бы описывать то, о чем с таким вдохновением писал француз. А император отправлял Николая в путешествие с надеждой, что цисаревич перебесится и присытится развлечениями». Николай от Кшесинской легонько отмахнулся и улыбнулся в ответ. «Да разве в этом дело?» Его голос был немного уставшим и задумчив. Малинина что-то прочитала в его глазах. И поняла, что их роман закончился. Она ведь превосходно знала, что он не может длиться вечно. Хотя, хотя в глубине души она лелеяла надежду, что цисаревич пусть даже и женится, и на трон взойдет, все равно оставит ее в любовницах. И от этого она еще долгие годы будет дивиденды получать. На жалование балерины, пусть и примадонны Мариинского театра, палат каменных не отстроишь. Тут надобен богатый и влиятельный любовник. В голове Кшесинской уж крутились имена кандидатов на эту роль. «Значит, все?» Спросила балерина, все еще с надеждой, заглянув в глаза царевич. «Все только начинается», — сказал Николай, — «но без тебя». Он знал, что через три года на его голову возложат тяжеленную корону Российской империи, усыпанную драгоценными камнями, еще гуще, чем небо звездами, безоблачной ночью. К тому времени в глазах своих подданных он уже должен стать опорой. Ему будет всего двадцать семь. «Мальчишка он еще!» «Какая топора!» «Но Александр Македонский к этому возрасту уже создал огромную империю, разбив персов. А Александр Невский победил и шведов, и тевтонцев. И Петр был молод, когда бояр в бараний рог крутил, посмей они что-то ему возразить. Николай старался как можно больше времени с отцом проводить, даже когда тот не был занят государственными делами. Стремился побыть с ним в одной комнате, поговорить с ним. Он не хотел упустить ни одного мгновения общение с родителем из тех трех лет, что еще им остались. А когда они всей семьей в Крыму отдыхали, Николай за отцом как на привязи ходил. Точно тенью его стал. И заседания правительства без цесаревича теперь не обходились. Порой ему давали даже слово свое высказать, и к мнению его начинали прислушиваться. Когда отец чуть с ума не сошел, узнав, что Николай на помолвке своего дяди, великого князя Сергея Александровича, с принцессой Эллы Гессендармштадтской познакомился с ее сестрой Алекс, тогда Дармштадтская семейство пожаловало в Санкт-Петербург. Тот тон, каким Николай упомянул об этом знакомстве, зародил в душе отца подозрение, что цесаревич влюбился в принцессу. О принцессе тогда было всего двенадцать, а цесаревичу шестнадцать. О какой любви тут можно говорить? Но опасения эти подтвердились, когда спустя пять лет Алекс приехала в Санкт-Петербург. К тому времени ей уже исполнилось семнадцать. У нее были длинные золотистые волосы и огромные печальные глаза, которые затягивали какому-то и не отпускали, грозя всем, кто в них погрузится очень неспокойной жизнью. Отец видел, как цесаревич поглядывает на Алекс. Император познакомил цесаревича с Матильдой Кшесинской, лишь бы Николай забыл об Алекс. У балерины были короткие ноги, но эта девушка была столь гутоперчивой и изгибалась в такие немыслимые позы, что увидеть подобное можно было разве что на бессовестных картинках к индийским книжкам. Да на барельефах в индийских храмах, где изображались все его возможности человеческого тела. «Пусть цесаревич немного развлечется. Про стыдного в этом ничего нет», — говорил император. Среди документов, которые приходили из Государственного совета и Кабинета министров на ознакомление к цесаревичу, затесалась бумажка, где сообщалось, что женщины из рода Алис являются носителями неизлечимой болезни гемофилии. Болезнь — это страшно, кровь не свертывается, и каждый ушиб, даже когда кожа не повреждена, приводит к обширным подкожным, внутримышечным и внутрисуставным кровотечениям. Как следствие изменения в суставах, человек становится инвалидом, лишаясь возможности передвигаться. Каждый порез и вовсе может привести к смерти. Эта болезнь вызывает губительные психические отклонения, причем болеют ею только мужчины. За последние годы от гемофилии уже умерли дядя Алисы, Леопольд, ее старший брат, которому тогда было всего три года. А у ее старшей сестры Ирены, вышедшей замуж за принца Генриха Прусского, родился сын, болеющий гемофилией. Отец рисовал все эти ужасы, а Николай нисколько не сомневался, что бумага попала к нему на стол не случайно. Конечно, он беспокоился не только за своего сына, но и за то, кому перейдет трон после Николая. Разве удержит власть царь, который может умереть от любого ушиба? Его в лучшем случае будут жалеть, но вряд ли станут ему подчиняться. Да и пока он будет расти, жизнь его отца превратится в настоящий кошмар, а это очень плохо отразится на состоянии дел империи. Аликс в жены Николаю упорно навязывала королева Виктория, которой даром штатская принцесса приходила с внучкой. Это настораживало Николая. Не от доброты душевной делала это королева Виктория. Она ведь носила еще и титул королевы Индии. А Российская империя год от года продвигалась к границам Индии, и недалек был тот час, когда на границе этой страны сойдутся в смертельной схватке русские и британские войска. Виктория хочет превратить мою жизнь в кошмар, думал тогда Николай. Ну что ж, я буду помнить ее доброту и отвечу ей взаимностью. Дармштадтская принцесса стала для него наваждением. Напрасно отец так беспокоился. Знал бы он, что в своем дневнике Николай, увидев Аликс, в первый раз на помолвке ее сестры и дяде написал, «Я сидел рядом с маленькой двенадцатилетней Аликс, и она мне страшно понравилась, но ее сестра Элла еще больше». Он так и не научился управлять своими видениями. Он не мог их вызвать сам, произнося какие-то заклинания. Они появлялись сами. Порой неожиданно, когда он их совсем не ждал. Но будущее переставало быть чем-то неопределенным и непонятным. И интуитивно он чувствовал, что ему надо делать. Николай знал, что когда-нибудь все его тайные мысли, которые он поверял лишь дневнику, станут известны. Это случится не скоро. Пройдут десятилетия, и уже не будет на свете. Мысли маленького мальчика не должны бросать тень на хозяина огромной империи. Он начал писать дневник под впечатлением от смерти своего деда, убитого террористами. Мать незадолго до этого подарила ему записную книжку с золотым обрезом в деревянном переплете, инкрустированном полудрагоценными камнями. А незадолго до коронования он сжег свой дневник, вырвал его из обложки, стал рвать на части. Но плотная бумага плохо поддавалась, и тогда он стал резать ее ножницами и бросать в огонь. Он видел, как в огня камина его мысли обращаются в прах. Он словно начинал жизнь заново, уже во второй раз. А дневника остался лишь деревянный переплет. Выбор на ярмарке невест был невелик. Помимо Аликс были еще сестра Кайзера Вильгельма Маргарита Прусская и Елена Орлеанская, дочка графа Парижского. Может быть, у Маргариты был и ангельский характер. Но Николай сомневался, что когда-нибудь сможет привыкнуть к ее отталкивающей внешности. Даже для блага империи, для ее дальнейшего сближения, скрепнувшей Германии, он не находил в себе сил рассматривать Маргариту в качестве своей невесты. Елена разительно отличалась от Маргариты. Она занималась теннисом и верховой ездой, была высокой и стройной. Ее длинные черные волосы походили цветом на крыло ворона. Выбор был очевиден. Елене тоже нравился наследник российского престола, но она никак не могла менять католичество на православие, не хотела. «Отказывается», — пожаловался Николай отцу, когда тот поинтересовался успехами сына на поприще поиска себе супруги. Говорит, что ее папа не разрешает ей сменить веру. Какая капризная особа, — не удержался отец. Упустит свое счастье, выйдет замуж за какого-нибудь германского герцога, у которого земли столько, что она вся от края до края видна из его фамильного дворца. Да у нас поместье средней руки и больше, чем у некоторых герцогств. Не захочет это? Найдем другую. Маргарита прусская на выданье. Хочешь за шлем сватов к ней? Нет, — сказал Николай в ужасе. Ты же не хочешь, чтобы я всю жизнь мучился? Да, согласен, что русская императрица должна быть лицом красива, — сказал император. Маргарита точно не подходит. Елена ведь еще не отказала окончательно, — сказал Николай. И то верно, — согласился император. Нет таких крепостей, которые мы не смогли бы взять. С папой мы поговорим. Что уж там заставило графа Парижского сменить гнев на милость? Николай не знал. Может, то, что император пообещал ему всяческую поддержку на выборах президента Франции? Россия и Франция были союзниками, а вот теперь появилась возможность союз этот укрепить. Дело очень быстро шло к свадьбе. — Прости, в моей империи никого никогда не преследовали по религиозным причинам, — сказал Николай Елене, когда они остались на едне. Мы рады всем. У нас можно верить в Иисуса Христа, пророка Мухаммеда, в Будду, в Кришну, в Гаоруду, да хоть в Одина с Перуну. Главное не в этом, а в том, как ты поступаешь, когда Родина в опасности. Но жена наследника престола, будущая императрица, должна быть православной. Это правило, которое не я установил и которое никогда не смогу отменить, но тебе ли переживать из-за смены веры? — Это ты про что не поняла Елена? — Про большую политику, — сказал Николай. — А ты о чем подумала? — О моем отце. — У нас нельзя исполнять Марсельезу. Но мой отец, когда был у вас с визитом, слушал ваш гимн с непокрытой головой. — Обещаю, что ты сможешь слушать Марсельезу, когда тебе злого рассудится. Я разрешу. Оркестр будет исполнять ее каждое утро возле твоих покоев и таким образом будить тебя. Хочешь? — Хорошо. — Мне нравится Марсельеза, но оркестр — это уж слишком. Елене начинала нравиться смелость русского цесаревича. — А ты вытерпишь Марсельезу? — спросила она, заинтересованно. — Да, — сказал Николай, театрально поморщившись. — А меня? — С удовольствием. У меня еще множество недостатков, — продолжала Елена. — Идеальных людей не бывает. Главное, чтобы Троянская война начала снизу тебя. — Не начнется. — Увы. — Но большой войны нам не избежать. — Как это возможно? В Европе мир, все дворы связаны родственными узами. — Родственники могут воевать друг с другом еще похлееще, чем чужие. Им ей что делить. Елена оценивающе окинула Николая с ног до головы и спросила. — Ты тоже можешь согнуть вилку или серебряный рубль? — Нет, — честно признался Николай, — но австрийцу можно и другими способами доказать, что им не стоит устраивать нам козни. Им очень нравилось, что Елена знает об этом случае, который произошел на обеде с участием посла Австрии в России императора. Тогда посол неосторожно намекнул Александру Третьему, что Австрия готова отправить на подавление и волнение на Балканах три армейских корпуса. Император, услышав это признание, взял серебряную вилку, скрутил ее в узел, положил на тарелку и сказал, — То же самое я сделаю и с этими тремя армейскими корпусами. Николай видел, что Елена изучает его. Возможно, ее чуть отпугивала грубоватая манера разговора, которую он унаследовал от своего отца, но речь его была естественной, без цветастых фраз, за которыми пустота. Британцы любят красиво говорить, но всегда делают не то, что говорят. В их словах много яда. Зато Николай говорил правду. Вера — это то, что у нас в душе, а ее внешние проявления не важны. Елена легко согласилась перейти в православие. Вся империя гуляла три дня. Люди искренне радовались, что у наследника трона такая красивая невеста. Первую у них родилась дочка, весом три килограмма шестьсот граммов. — Она весит ровно столько, сколько императорская корона, — сказала Елена. — Красавица! — Хорошо, что мне не надо носить ее на голове, — засмеялся Николай. — Не буду носить ее на руках, даже когда она будет гораздо старше. Ее назвали Софией. Сможет ли он к своему совершеннолетию вернуть собор, который когда-то носил ее имя? Пушки в Кронштадте и Санкт-Петербурге тогда сделали сто один залп. Год спустя, на радость всей империи, эти же пушки уже произвели тридцать один залп. У Николая и Елена родился сын. В те секунды, когда пушки Кронштадта и Санкт-Петербурга сотрясали небо громовыми залпами, повсюду, от западных окраин империй до восточных, вплоть до Владивостока и Петропавловска, где была уже глубокая ночь, в фортах тоже стреляли пушки. Люди, зная, что жена наследника Трона должна разрешиться временем, не спеша слушали, считали залп орудий, и когда число это перевалило за сто один, раздался сто второй залп, а следом за ним и сто третий. Еще, еще! Поняли, что произошло, и, не дождавшись, когда грянет триста первый, выбегали на улицу и начинали радоваться тому, что у наследника престола родился сын. Александр Третий успел подержать в руках новорожденного, который стоял в очереди на императорский трон на втором месте, следом за своим отцом. Его назвали в честь императора. Александр мог не волноваться за трон. Наверное, Николай был не самым хорошим супругом. По крайней мере, семье он мог уделять лишь то время, что оставалось у него после государственных забот. Он часто уезжал из Санкт-Петербурга в разные окраины империи, курировал строительство железной дороги на Дальний Восток. Оно шло рекордными темпами на зависть британцам, которые очень настраженно следили за этой стройкой. Она давала возможность соединить стальными путями огромную империю в единое целое. Дорогу прокладывали по пять километров в день. Рабочие надрывались, мучаясь от гнуса летом и от холода зимой. Николай настаивал на таких темпах. На должность куратора стройки Николая предложил хитрый министр финансов Сергей Витте во время беседы с императором. Это было еще до азиатского путешествия. Александр Третий удивился, спросил, знаком ли министр с цесаревичем, но тот сказал, что никогда не имел счастья разговаривать с наследником. «Зачем же вы его предлагаете?» «Он совсем мальчик. Как он может быть председателем комитета?» «Он молод, это точно, — сказал Витте. «Но если вы, ваше величество, не начнете приучать его к государственным делам, то он никогда ему не научится». Александр, несмотря на свой могучий внешний вид, на основательность не вечен. И хотя он один, как атлант, небеса держал крышу вагона, когда поезд, на котором ехала вся его семья, попал в крушение, годы подточит его, как волны подтачивают прибрежные скалы. И они вдруг в один миг рушатся, сползают в соленую воду. Император тогда кимнул министру, согласившись с его предложением. «Витте рисковал, но риск оправдался». Николай, став императором, помнил о предложении, которое министр финансов сделал его отцу. Взойдя на престол и формируя новое правительство, Николай предложил Витте его возглавить. В строительство Транссиба Николай погрузился с головой. Им завладела эта грандиозная идея – соединить железнодорожную магистралью всю страну, а от западных окраин до восточных. Когда дорога дошла до Забайкалья, возник вопрос – куда дальше вести путь? Либо огибая мур, а тогда получался бы большой крюк, либо по северной Манчжурии, которая принадлежала китайцам. На эту территорию зарилась Япония, обиженная на европейские государства, лишившая ее большей части приобретений после победоносной войны с Китаем. Положим, с китайцами никаких трудностей не возникнет. Они с удовольствием отдадут в аренду земли под железной дорогой. Они ведь кусок Леодунского полуострова под базу русского военного флота отдали. Для этого понадобилась лишь небольшая взятка в полмиллиона рублей золотом. Переговоры по этому вопросу с китайским премьер-министром вел Витте, и, естественно, он не мог предоставить никаких расписок о том, куда ушли эти полмиллиона. Николай был уверен, что Витте себе в карман ни копейки не положил. Такую большую сумму денег не спрячешь. Положишь ее в иностранный банк, пусть даже на чужое имя. Но все равно это станет известно правоохранительным органам, имеющим обширную сеть информаторов в Европе, и, в частности, в швейцарских банках. Зато китайский премьер-министр после подписания договора об аренде части Леодунского полуострова обзавелся недвижимостью в Пекине. По итогам войны с Китаем Леодунский полуостров полностью переходил Японии без всякой аренды. Таким образом, Япония получала плацдарм на континенте для дальнейшей экспансии. Трудно догадаться, на кого она нападет в следующий раз. Британская дипломатия стояла над том, чтобы Леодунский полуостров остался в руках Японии. Если бы не дипломатическая поддержка Франции и Германии, России пришлось бы трудно. Опять дело могло до войны дойти, как в середине века. Но так вышло, что Британия осталась в одиночестве. Против нее в этом вопросе наконец-то стояла вся Европа, и Британия испугалась. Не стала защищать своих японских союзников, согласилась, что те должны с Леодунского полуострова уйти. Россия лучше иметь под боком пусть и неспокойный, но застрявший в Средневековье Китай, чем амбициозную Японию. Однако британцы не перестали помогать японцам. Они снабжали Микадо кредитами на выгодных условиях, чтобы он быстрее строил современный флот, перевооружали японскую армию и инструкторов своих для обучения японских солдат присылали. А японских морских офицеров обучали у себя. «Ох, разозлили мы Японию», — говорил постоянно Николай. «Я уверен, что к войне с самураями дело идет. Они мускулы уже и в Корее показали, и Китай разбили, но это все тренировка у них была. Теперь на нас свои катаны точат». На совещании министров Николай настоял, чтобы Транссиб шел исключительно по территории Российской империи. Пусть это обходилось дороже. Пусть путь удлинялся, но зато не надо беспокоиться за безопасность грузов. А то не ровен час. На проезжающие по Манчжурии поезда начнут нападать местные разбойники. И тогда путешествие по Транссибу сделается таким же опасным, как поездка на поезде по североамериканскому Дикому Западу. Впрочем, ветку к Леодунскому полуострову везти все равно пришлось. Прежде ни царь, ни цесаревич никогда не ступали на сибирскую землю. Николай стал первым. Сюда ссылали опасных преступников. Рассказывали страшные истории. Вот в пригороды заходят тигры и крадут собак. А бывает, что и утаскивают в тайгу людей. Считалось немыслим, чтобы член царской семьи общался с людьми, передвигался без толпы жандармов и армии сотрудников тайной полиции. Как же без этого обойтись, учитывая многочисленные покушения? Не надо, — отмахивался Николай. По мнению сопровождавших цесаревича чиновников Министерства внутренних дел, он вел себя беспечно и не хотел появляться окруженный со всех сторон охраной. Его сопровождали только импозантные кубанские лейб-казаки в яркалых бешметах, в высоких попахах, которые делали казаков и вовсе гигантами. Цесаревич ошеломил простор. Он купался во всенародной любви. Повсюду его встречали пирогами, песнями, и он знал, что ничего плохого с ним здесь случиться не может. Нет, пусть хоть тигр водит из тайги. Он просто сядет на обочине дороги и будет смотреть на наследника русского престола. Этой страной он будет когда-нибудь управлять и отвечать за судьбы этих людей? — Куда ты так спешишь? — спрашивал отец Николая о строительстве дороги. — Нам необходимо как можно быстрее получить дорогу, с помощью которой мы сможем снабжать всем необходимым наши земли на Дальнем Востоке и в случае необходимости перебросить туда дополнительные войска, — отвечал Николай. — С кем ты там воевать собрался? — С китайцами? С корейцами? У них армия средневековая? На вооружении луки еще есть? Куда им с нами тягаться? Нет, с японцами. Они-то чем сильнее китайцев с корейцами? Еще совсем недавно тоже все с помощью сабель до стрел воевали и никого к себе из пришлых на острова не пускали. Они очень быстро впитывают все достижения цивилизации. — Попомни мое слово. Они очень скоро превратятся в значимую силу на Дальнем Востоке. Они не будут вечно сидеть на своих островах. Пойдут на запад, на континент. А там Корея, Китай и мы. С Кореей и Китаем они покончат быстро, а потом примутся за нас. Они готовятся к этому со времен реставрации Мэйзи. — Видать, ты никак не можешь просить покушения. Я, конечно, недоволен тем, что самураи этого не казнили, но за одного человека не надо зла держать на всю нацию. А я не держу. Я просто знаю. Твое дело, кивал отец. У нас и в Европе дел по горло. Проливы все никак взять не можем. А Англия мешает. Куда уж нам в дальневосточные проблемы с головой погружаться. Эти проблемы сами придут. Мы от них никуда не уйдем. Должны быть к ним готовы. Эх! А я-то думал, что ты в этой поездке развеешься, отдохнешь, мир повидаешь, сказал император, но он был доволен сыном. Николай краснел, когда вспоминал о том, как он вместе с великими князьями зарезал на египетские пирамиды и охотился на слонов и крокодилов в Индии. А уж при воспоминаниях о том, как они вели себя в Нагасаки, у него лели уши. Это была отличная поездка, успокоил отца Николай. Очень познавательная. Я многое посмотрел, много узнал. Ее стоило совершить, чтобы закладной камень трансиба открыть. Да-да-да, кивал отец. За три года Николай должен был досконально изучить все нюансы внешней и внутренней политики страны. Собрать команду, на которую он мог опереться в случае необходимости, команду, которой он мог доверять. Он не был уверен, что сможет работать с министрами, которые достанутся им после царствования отца. Александр Третий мог держать их возле. Они его слушались, но Николай был слишком молод, чтобы они с самого начала воспринимали его серьезно. А у него не будет времени убеждать их в правильности своих идей. Кузен Вилли как-то жаловался, что от Бисмарка ему досталось плохое наследство в виде подчиненного только ему кабинета министров. И когда канцлера сместили с этого поста, то министры просто отказались подчиняться кому-то другому. И отказались демонстративно. Пришлось их отправить в отставку всех разом. Причем у Вилли ситуация была похуже, чем у Николая. Его отец провел на троне всего девяносто девять дней. Всего-то каких-то три месяца. А потом корона, вернее сказать, кайзеровский шлем с орлом, в котором так любил позировать Вилли, свалился ему на голову. Три месяца. Всего три месяца. У Николая, чтобы подготовиться, было целых три года. Все равно трудно. Императору Петру было полегче, чем ему. Он с малых лет готовил и потешные полки, которые затем стали его гвардией. И выдвигал с юных лет на ключевые позиции своих людей. Пусть они приходили из самых низов. Зато он был уверен, что они будут идти с ним до самого конца. Когда ничего не останется, даже надежды, они все равно не бросят его и не ударят в спину. Где бы ему найти таких людей? Быстро прошли три года после путешествия. Променькнули почти незаметно. Император, простудившись в Крыму, сгорел одночасье. Для всех, кроме Николая, это стало как гром среди ясного неба. Он готовился к этому. Разве к такому подготовишься? Несколько дней после смерти отца ходил черный, как туча, а осунулся и похудел. Или она как могла пыталась его прибодрить. Коронование Николая устроили в Москве. Заправлял всем министр двора Фридрикс. Но великий князь Сергей Александрович, губернатор Москвы, хотел, чтобы все было в точности, как и двенадцать лет назад, когда короновался отец. А только князь не брал в расчет, что за прошедшие годы город сильно вырос. Его население увеличилось. И если собрать всех желающих, получить подарки в честь коронования только на Ходынском поле, то не избежать давки, а, возможно, и смертей. Люди просто подавят друг друга. Накануне коронования у Николая опять болела голова. Это был знак того, что может произойти нечто очень скверное. Он видел какую-то тень над собой. Ответ пришел во сне. Надо следовать традициям, настаивал князь. Полагаю, что племянник, хоть и стал уже императором, все равно подчинится его воле. Надо идти в ногу со временем, иначе можно навсегда остаться в прошлом. Николай намекал на то, что дядя Сергей уже не справляется с своей должностью. Но тот-то его не понял. Он полагал, что будет руководить Москвой до самой своей смерти, обкладывать купцов-промышленников данью, кутить, совершенно не считать бюджетные деньги. И здесь, вдали от столичной суеты, чувствует себя полновластным хозяином. Он управлял Москвой, как восточный хан. Еще эти слухи о том, что у князя нетрадиционные сексуальные влечения, сильно портили его репутацию. Он славился не своими успехами, а своими скандалами, которые легко заминало под властным упрессом. Николаю был нужен не такой руководитель Москвы и не такая Москва. Но ему было трудно жестко поступать с дядей, который своей огромной, кряжестой фигурой напоминал медведя и навевал императору воспоминания о его отце. Сам Николай был ниже отца и ниже дяди. На торжествах Николай распорядился установить цветастые палатки со сладостями по всему городу, а не на одном лишь Ходынском поле, как того требовал губернатор. В каждой из них, конечно, выстроились очереди за драмовыми коронационными кружками с гербами. После коронации начались народные гуляния, раздавали еду и пряники, пили водку, случались драки. Это была старая русская забава, когда дрались стенка на стенку до первой крови и уж никак не до смертоубийства. По сведениям полиции все прошло без серьезных происшествий. Только на Ходынском поле один человек сломал ногу, упав в ров, который быстро закопали потом власти. Николай вызвал к себе великого князя. Ему нужен был повод, чтобы избавиться от него, прежде чем случиться что-то более страшного. Вы предлагали устроить гуляния на Ходынском поле, однако же не позаботились закопать рвы. Как это понимать? — начал император. Так там же не проходили основные гуляния, — стало оправдываться, Сергей Александрович. Вот ежели бы они там состоялись, тогда я распорядился все закопать. — Вы должны были распорядиться закопать их в любом случае. — Холодно, — сказал Николай. — Немедленно распоряжусь, — сказал великий князь. — Уже не надо. Это сделает за вас ваш преемник. Я принимаю вашу добровольную отставку. — Но я ведь не будовал в отставку. — Вы хотите, чтобы отставка была не добровольной, а чтобы я снял вас с должности? — Николай сделал акцент на слове снял, чтобы дяде было яснее, в какой ситуации он оказался. — Нет-нет, — запротестовал Сергей Александрович, вдруг поняв, что он ошибся в императоре, и что добровольная отставка с приличным пенсионом сейчас для него самый хороший вариант выхода из положения. — Конечно, его возможности теперь будут не такими, как прежде. Он не будет хозяином большого города, но на разгульную жизнь денег у него хватит. Николай молча смотрел на губернатора. — Тот правильно расценил этот взгляд. Ваше императорское величество, я прошу освободить меня от занимаемой должности губернатора Москвы. Соответствующее прошение я немедленно предоставлю вам. — Хорошо. Я принимаю вашу отставку, — сказал Николай. А потому, чтобы подсластить немного пилюлю добавил, — я назначу вас куратором императорских театров. — Благодарю вас, — кивнул Сергей Александрович. Великий князь стал соображать, какие привилегии он получит от этого назначения. Глаза его забегали. И прежде любой из великих князей мог заходить за кулису любого театра, чтобы познакомиться с понравившейся актрисой и забрать ее на грядущую ночь к себе в дом, а то и на более длительный срок. Николай сам грешил этим. Но он подозревал, что Сергей Александрович подумал сейчас о стройных ножках не балерин, а их партнеров. Ну, по крайней мере, он остался при деле. И лезть своими предложениями об управлении империей ко мне не будет. — Да, молодой император Крут, — говорил потом бывший губернатор своим знакомым, — боюсь, что она ждет правления еще одного Петра. В подобных утверждениях Николаю не нравилось только его сравнение с Петром. — Нельзя же все западно и безоглядно на русской почве прививать, — говорил Николай своим министром. — Реформы с оглядкой надо делать. — Дядя Николая, — Владимир и Павел решили было вступиться за своего брата. Сообщили, что если Сергей Александрович не будет восстановлен в должности, то немедленно покинут двор. — Прекрасно. Я одним махом избавлюсь не от одного, а сразу от трех бездельников, — радовался Николай. Он сделал вид, что этот ультиматум своих дядей просто не заметил. Они были вынуждены выполнить свой ультиматум, хотя и надеялись, что слабину удаст именно император. Они считали, что он еще молод и не может противиться их воле, но все вышло совсем наоборот. Им Николай никаких должностей предлагать не стал. Другие родственники предпочли с Николаем не спорить по этому вопросу. Впрочем, по закону, обоим великим князьям полагалось ежегодное казенное удовольствие в размере 280 тысяч рублей. С голоду не помрут. У Владимира Александровича появится больше времени для пополнения своей знаменитой коллекции. Он собирал меню, на которых самолично после каждой трапезы делал свои пометки. Николай как-то видел несколько экземпляров этой коллекции и от души смеялся от пометок дяди. Вздернул бы повара на виселице с такое, или мои носки сочнее мягче, чем эта отбивная. Спустя месяц великие князья о своем ультиматуме забыли, вернулись в столицу из своих дворцов, где они пребывали точно изгнанники. Вдовствующая императрица, пользующаяся при дворе неприликаемым авторитетом, смогла всех помирить. — Ох, мама, как бы я без тебя с многочисленными родственниками справлялся! Николая они порой раздражали. Каждый лез светом и полагал, что является истиной в последней инстанции. Помимо этого, каждый занимал какую-нибудь денежную должность. Государство без этой должности могло обойтись, но как оставить без дохода дрожайшего родственничка? Николай хорошо усвоил урок отца, который говорил, что самодержавие действует лишь в тех случаях, когда вершину венчает страх. Когда умер Александр Третий, страх ушел. Его близкие подумали, что теперь они могут вертеть молодым императорам, как им захочется. Первые же его решения вновь вернули страх перед верховной властью. Своими действиями он мог настроить против себя двор. А ведь сколько раз бывало, что неугодного императора свергали руками гвардии. Николай руки в кулаки сжимал от злости, вспоминая убийство Павла I. Он был уверен, что за этим заговором стояла Британская империя. Гвардия была лишь инструментом в чужой игре. Рассердившись на своих европейских союзников, которые бросили в одиночестве армию Суворова, Павел заключил мир с Наполеоном. Наполеону, Европа, Россия и весь остальной мир. Корабли двух держав начали блокировать торговлю Британской империи. Мальтийский орден попросил покровительства российской короны. На Мальту выехал русский губернатор, а в скором времени на острове должна была появиться база русского флота. Недалеко было и до присоединения к Российской империи турецких проливов. Британия теряла контроль над Средиземным морем, оставляя за собой лишь Гибралтар. Но и этим дело не ограничилось. Павел и Наполеон направили совместный экспедиционный корпус в Индию. Казаки Платову расшли на Индию. Эх ждали Лахор, Кашмир, Дели и Калькутта, а не Аустерлиц, Бородино, Лейпциг и Париж. Конечно, разгром непобедимой армии — великое достижение. Но зачем воевать с тем, кто готов был стать союзником в борьбе с настоящим врагом? С тем врагом, которого уже много десятилетий пытается настроить против России весь мир? К тому же Россия, разбив Наполеона, не получила абсолютно ничего. Отдать жизни десятков тысяч русских солдат и ничего не получить взамен? Не обман ли это, не надувательство ли? Не случись убийства Павла, правь он хотя бы еще несколько лет, Британия давно уже оказалась бы в руинах. Ну что же, заговоры и убийства неугодных правителей чужих стран — хороший метод решения собственных проблем. Надо предъявить британцам неоплаченные долги. Только нужно выбрать время, удобное время, когда эти долги можно будет получить с процентами. К счастью, авторитет вдовствующей императрицы при дворе был непререкаем, и Николай мог рассчитывать, что двор, успокоенный Марии Федной, не будет мешать в осуществлении его замыслов. Николай не любил всех этих пышных торжеств, которые были устроены в древней столице Европы и Азии. Корона, которую надел на его голову митрополит в Успенском соборе, показалось ему слишком тяжелой. Долгие приемы утомляли. Казалось, что коронация больше радует с его многочисленные родственники, а не он. Этот день не стал самым счастливым в его жизни. А Алекс в тот год, когда ей исполнилось семнадцать, все-таки каким-то образом смогла уговорить свою бабушку и вышла замуж за своего кузена, внука Виктории, Альберта, герцога Кларенского. Он был потенциальным наследником короны. При дворе его звали запросто Эдди. Оказалось, что несмотря на весьма богатый выбор невест, которых предлагают великосветские дома Европы, в особенности мелкие германские княжества, достойных кандидатур было немного. Для Эдди невест выбирали из того же числа претенденток, из которого выбирал Николай. Хорошо, ищет он успел заполучить Елену, а то досталась бы она непутевому Альберту прозвищу Эдди. Ему в жены прочили Маргариту Прусскую, но он выбрал все-таки свою кузину. — Алекс и Эдди, — поморщился Николай, узнав об этой свадьбе. — Балаган какой-то. Впрочем, Алекс и Ники звучат немногим лучше. Он не поехал на эту свадьбу, сославшись на болезнь. По всей Британской империи, в тот день, когда у Алекс и Эдди появился первенец мужского пола, звенели колокола во всех церквях. Вот и империя одержала очередную победу. Вот только через несколько месяцев после этого события выяснилось, что мальчик унаследовал от матери неизлечимую болезнь гемофилию. Эдди был прожженным пьяницей и любителем публичных домов. Неизлечимая болезнь наследника усугубила его и без того дурное состояние. Он оставлял жену с малолетним ребенком на печенье нянек и служанок, а сам мог целыми днями напролет кутить и ебаширить. Полицейские ведь не могли призвать к соблюдению законности особо королевской крови. В Российской империи такое попрание закона было просто невозможно. Закон превыше всего. Все пытались следовать этому высказыванию Александра Первого. Ко всему прочему, Эдди был поражен психическим расстройством. Ходили слухи, будто это он и есть Джек-потрошитель, который темными ночами нападает на улицах Лондона на одиноких девушек и анатомирует их, будто это убитые на охоте олени. Британский трон был достоин короля-потрошителя. Русские агенты ночь за ночью прочесывали весь Лондон в поисках этого преступника. Но на этих темных улицах, скользких от выброшенных из домов нечистот, гнивших прямо на мостовой, они наталкивались на сотрудников британских спецслужб, которые преступника не искали, а, напротив, всячески мешали его поимке. В ночном городе разворачивались настоящие шпионские сражения. Эти люди никогда не будут писать мемуаров. И то, что на самом деле творилось в ночном Лондоне, так останется тайной еще очень многих лет, пока не рассекретят архивы разведывательных ведомств. Но на этих бумагах наверняка есть надпись «Строго и секретно», а глазки не подлежит. Виктория, испугавшись, что за Альбертом начали охоту разведки иностранных государств, поняла, что когда-нибудь принца возьмут с поличным, прямо над свежепрепарированным трупом, и никакие спецслужбы не смогут этому помешать. Это нанесет такой ущерб репутации короны, что она никогда от этого пятна не отмоется. Вот и решила она разыграть карту с внезапной смертью своего внука. Однако, по сведениям, которые удалось добыть агентам, эта информация была не совсем правильной. Да, Альберта удалили из политики, лишили короны, но только в гробу, который закапывали в королевскую усыпальницу три года назад, лежал не он, а актер, очень на него похожий. Сам же Альберт был жив, и Николай даже знал, где он находится, пока он не хотел оглашать эту информацию. Лежал ее, как козырь, в карточной игре, на тот случай, когда партия будет подходить к развязке, надо будет нанести решающий удар. Наследником стал Георг. Виктория возлагала большие надежды именно на него. Она все продумала. Не зря она ходилась на троне почти шестьдесят лет. В великосветских интригах с ней сравниться никто не мог. Британцы намеревались пышно отметить бриллиантовый юбилей правления своей королевы. На короновании Николая и Елены лев толстой, затворник Ясной Поляны, напомнил о своем существовании рассказом сон молодого царя. Он не упомянул в этом рассказе, где происходят дела. Но и так было ясно, что в России. Толстой устами царицы излагал свое видение и форм необходимых стране. Николай показал рассказ супруге. — Ты думаешь, так же, как она, женщина, воспитанная в свободной стране? — спросил Николай. — Он еще пишет, что она молодая и умная, — парировала Елена. — Ну, с этим ты не поспоришь, — развел руками Николай. — Мне кажется, что жена не должна навязывать мужу своего мнения, в особенности, если он является главой государства. — Я же говорил, что со словом «умная» не поспоришь. — Так в чем тогда у тебя сомнения? — Тебя насторожили слова «воспитанная в свободной стране», да? — Да. — Вот думаю, что Лев Николаевич местами прав. Надо бы мне, как в этой свободной стране, которую он упоминает для наказания приговоренных к смертной казни, применять гильотину. — Нет человека, как говорится, нет проблем. — Прежде-то зря всякие отбросы общества в Сибирь ссылали. Надо всячески поощрять, чтобы туда ехали люди работящие. Отбросы пусть едут в Европу, в Англию, в конце концов. — Со львом Николаевичем надо бы поговорить. Но он в своей ясной поляне заперса, света белого не видит и в облаках витает. Николай чувствовал приближение тяжелых испытаний. Он чувствовал, что когда-нибудь это должно случиться. Он не тешил себя иллюзиями из-за того, что царствование отца было относительно спокойным. Лишь один раз, когда русские разбили афганцев под кушкой, когда плоды этой победы вновь захотели отнять британцы, отец в гневе закричал, что он всю казну бросит на войну с Британской империей. — Сухари гнилые есть будем, но все деньги пойдут на армию, — кричал он, потрясая кулаками. И британцы отступили. Испугались. Это многому научило Николая. Он понял, что с Британией можно говорить лишь с позицией силы. И он знал, что на его царство не придется. Большая война. Европа грезила этой войной, потому что последняя большая война была очень давно, больше четверти века назад. Год назад среди документов, которые стекались на его рабочий стол из министерств и ведомств, он обнаружил записку из аналитического отдела внешней разведки с пометкой «Совершенно секретно». Для личного пользования императора. Вот что в ней говорилось. В сентябре текущего года из французского Конго выдвинулась экспедиция под командованием капитана Жанна Батиста Маршана. Отряд крайне мал. Не более двух сотен человек, среди которых французов около тридцати человек. Остальные же — сенегальские стрелки. Цель экспедиции — достигнуть истоков Белого Нила и закрепиться там, оккупировав область Бах-эль-Газаль. Таким образом, французы пытаются создать ось своего влияния в Африке от Дакара до Джибути, а Атлантическое побережье с сухопутными маршрутами соединяется с Красным морем. В перспективе — строительство железной дороги через весь континент, с запада на восток. Франция в случае возникновения конфликта с Англией получает таким образом возможность действовать в обход Суэцкого канала и мыса Доброй Надежды. Однако нет никаких сомнений, что если экспедиция, несмотря на свою малочистость и враждебность местного туземного населения, все-таки достигнет конечной цели своего маршрута, Это вызовет резко негативную реакцию со стороны Англии, которая не раз декларировала, что не позволит ни одной державе хозяйничать близи Нилы. Кризис, вызванный данной ситуацией, вполне может перейти в вооруженный конфликт. В данный момент английский экспедиционный корпус, в который также входят египетские части, под общим командованием генерала Китченера, продолжает подготовку к вторжению в пределы империи Дервиша и Судань. Его цель — разбить магдистов, чтобы успеть дойти до истоков Белого Нила раньше экспедиции капитана Маршана. Узнав об экспедиции Маршана, британцы будут стараться как можно быстрее расправиться с магдистами. Однако вряд ли вторжение начнется в течение ближайшего года. С одной стороны, в наших интересах, чтобы магдисты продержались как можно дольше. Это скует часть британских сил и не позволит переправить их на другие театры военных действий, в частности, в южноафриканские колонии. В планы британских властей входит захват бурских республик, Трансвалия и Оранжевой. Но это будет сделано только после разгрома магдистов. С другой стороны, необходимо, чтобы с отряда Маршана в непосредственный контакт вступили именно британские колониальные войска. Это поставит Францию и Британию на грани войны. К записке была приложена фотография. Молодой человек с короткой бородкой, в темном мундире с ипалетами, стоял, скрестив руки на уровне пояса. Мундир был наверняка синим, а штаны, которые на фотографии было не видно, красные и мешковатые, похожие на то, что ввел в русской армии Александр Третий. У него были смешные и чуть оттопыренные уши, но похоже, что дефект внешности лишь пошел ему на пользу, не давая успокоиться на достигнутом. Он смотрел чуть свысока, куда-то только ему видимую даль. Воображение рисовало истоки Белого Нила. — Ты должен дойти, капитан Маршан, — подумал Николай. Николай вдруг понял, что это записка, это поход француза к Белому Нилу. — Тот первый камешек, который, скатившись с вершины горы, сдвинет с места все камни, что лежат на веслоне. Очень скоро начнется обвал, который погребет под собой их всех — и Францию, и Россию, и другие государства. А карта мира всего за несколько лет так и изменится, будто миновали годы или даже столетия. — Ну и каков президент Франции, — проговорил Николай вслух, оторвав взгляд от документов. — Мог бы и сообщить об этом, посоветоваться, все-таки у нас военный союз, если дело дойдет до драки. Расхлебывать придется вместе. И он еще при личной беседе просил, чтобы я называл его папа. Висел бы на стене его кабинета портрет президента Франции, Николай, безусловно, произнес бы эти слова, глядя на портрет. Но в его кабинете висели только портреты предков. Всех царей и императоров из рода Романовых. Он часто смотрел в глаза своему отцу, точно совету у него спрашивал. Отец вряд ли бы одобрил его сближение с Германией. Но так было нужно. Александр III не любил эту страну, считал, что при дворе его отца было слишком много выходцев из германских княжеств. Он любил все русское, и как только зашел на трон, стал водить в русской армии широкие шаровары, каракулевые шапки. Конечно, в этой нелюбви к германскому чувствовалось влияние супруги, императрицы Марии Федоровны, которая никак не могла простить кайзеру, что ее империя расширила за счет датской провинции Шлезвиг-Гольдштейн. Но женские обиды или симпатии не должны влиять на политику государства. Придя к власти, Николай дал понять матери, что ей не надо вмешиваться в решение государственных дел. Однажды отец поднял тост за единственного верного друга России, князя Николая Черногорского. И еще он повторял, что у России нет союзников, кроме ее флота и армии. Николай полностью разделял это суждение своего отца. Но, несмотря на все величие России, плохо иметь в друзьях лишь одного князя Черногорского. Поэтому Николай придерживался того суждения, которое на вооружение брали британцы. Мы дружим с теми, кто нам сейчас выгоден. А сейчас для России был выгоден союз Германии и Франции. Не зря же он женился на дочке графа Парижского. Не зря же Россия тайно ссужала ему деньги на предвыборную кампанию. Благодаря этим деньгам он и стал президентом Франции. Чего не сделаешь для дорогого родственника. Эти вложения должны окупиться сторицей. Пронизывающий холод пробирал до костей. Теплые одежды уже не согревали. В такую погоду согреет разве что чашка чая с коньяком или просто коньяк, да и то ненадолго. Поездка на Адмиралтейские верфи была запланирована заранее. И наверняка накануне жандармы проверили все дома, мимо которых следовал императорский экипаж. Сейчас они находились не только на улице, но и на крышах. А еще отсекали все экипажи, желающие выехать в эти секунды на набережную. Начальник полиции, несмотря на приказ Николая не выставлять отцеплений по пути его следования, все равно перестраховался. И вдоль Адмиралтейской набережной поставил не жандармов, а полицейских в штатском. Поглядывая с коляски на улицу, цепкий глаз императора тут же выхватывал агентов среди прохожих. Министр внутренних дел отговаривал императора ехать. Говорил, что ситуация неспокойная. Но Николай, не вдаваясь в подробности, все же уговоры его отметал. Что я в своей стране буду от кого-то прятаться? Ваша задача — обеспечить мою безопасность. Вот и выполняйте. Вице-адмирал Степан Осипич Макаров давно зазывал императора посмотреть на его новое детище, ледокольный корабль. Николай и сам принимал участие в заседании комиссии, где обсуждался этот проект. Он требовал больших затрат. Даже по самым скромным подсчетам ледокол мог обойтись в казне в два миллиона рублей. На первый взгляд цифра огромная, но современный броненосец стоил как минимум в четверо дороже. Энергичный адмирал сперва широко разрекламировал свою идею создания ледокола, который сможет положить пути к устьям сибирских рек и провести торговые суда через Северный Ледовитый океан среди членов географического общества. А затем увлек этим проектом премьер-министра. А уж затем Витто стал выбивать в Министерстве финансов необходимую для строительства ледокола сумму. Витто был уверен, что ледокол быстро окупит вложенные в его постройку деньги и начнет приносить прибыль. Макаров добился аудиенции у императора. Охрана Зимнего дворца всполошилась, когда матросы, приехавшие вместе с адмиралом, стали утаскивать из экипажа цинковую модель ледокола. Полицейские, испугавшись, что в трюме модели, может быть, заложена адская машинка, попросили адмирала разобрать ее и не пускали его на прием до тех пор, пока адмирал не убедил, что каждый отсек модели, разделенный переборками, пуст. После такого общения с охраной адмирал еще несколько минут не мог прийти в себя. И когда уж встретился с императором и пустился в пояснение, рука его дрожала. — Нагнали волнение мои церберы на заслуженного человека, — думал Николай, слушая адмирала. — Чай не волновался так, когда даже турецкие фрегаты балканской компании своими минами на шестах на дно пускал. — Модель выглядела как-то неказисто. — Как бочонок. Длина его лишь в четыре раза превышала толщину. Не то что устроенных тел броненосцев и крейсеров, которые, казалось, летят над волной, гонимые своими паровыми сердцами. Массивным носом ледокол чем-то походил на бычка, который выставил вперед свой мощный лоб и думает, кого боднуть. Он ведь и должен бодать льды. Как-то Вильгельм с гордостью показал Николаю чертеж среднего крейсера, выполненный им самолично на телеграфном бланке, и спросил, что российский император думает по поводу этого корабля. Николай задумался. Все детали на этом клочке бумаги были хорошо прорисованы. Полтора века назад шведы построили самый большой и красивый на тот момент корабль в мире. Он должен был стать флагманом их флота. Но, выйдя с верфи, он не прошел и километра, пока очнулся от сильного порыва ветра. Через открытые портики нижней палубы начала поступать вода, и корабль, гордость шведского флота, затонул прямо в гавани Стокгольма на виду у короля. Говорят, что корабль, для того, чтобы он хорошо ходил, должен быть красивым, нашел сын Николай, чтобы не огорчить кайзера. — С этой точки зрения твой корабль будет лучше всех, какие я видел до сих пор. Этот ответ удовлетворил Вильгельм. И он улыбнулся, вновь засмотревшись на свое творение. К слову, германцы не стали строить корабль по чертежам кайзера. Оказалось, что его мореходные качества были ниже всякой критики. Выходит, что красота для корабля не главная. Макаров напомнил о том, что ледоколы Россия начала строить первой в мире, аж потом германцы. А американцы, за сущие копейки перекупив российские чертежи, стали развивать свой ледокольный флот. Я и с Нансеном говорил, спрашивал, как Фрам себя вел. — Знаю, знаю, что вы в Нарвегию ездили, — кивнул Николай. — Все учел в моем проекте. Макаров рассказал, что испытывал модель в бассейне опытного центра, который на острове Новой Голландии располагается. Он буквально заражал Николая своей энергией. Император все больше убеждался, что ледокол этот и вправду был необходим России, чьи порты замерзали зимой. — Да не один, а несколько. И в Кронштадте он зимой будет под спорьем, вызволяя из ледяного плена броненосцы. И во Владивостоке сумеет расчистить гавань ото льдов. — Получается, что проект этот даже важнее броненосца. Как же без него мы обходимся в зимнюю навигацию? — Изыщем эти деньги в резервном фонде казначейства? — спросил император у министра финансов Каковцева. Про Каковцева шутили, за глаза называя Плюшкиным, из-за скупости и неохотного расставания с веренными ему деньгами. — Дай ему полномочия. Он все наличные деньги переведет в золото, построит для него хранилище на одном из островов Финского залива или Невской губы, перенесет туда свое жилище и будет эти сокровища хранять. Постепенно он превратится в какое-нибудь чудовище, которых так любит живописать в сказках. Было видно, как нелегко дается министру ответ. Он буквально его из себя выдавливал. Чуть не пустился в жалобы, что деньги придется собирать всем миром, открывая всероссийскую подписку. Но ответ император знал заранее. Подобные вопросы Каковцев воспринимал не как вопросы, а как руководство к действию, и боялся, что если посмеет ответить отрицательно, то лишит своей должности. Да и изыщем, — проскрепел над треснутым голосом министр, не вдаваясь в подробности. Славно, славно похвалил его император. По его сведениям, эти дополнительные два миллиона расходов не опустошат резервный фонд. Осуществить проект предложили сразу три иностранных верфи — из Копенгагена, Нью-Касла и Эльбинга. Однако Николай, который частенько поддерживал проекты строительства броненосцев за границей, считая, что таким образом можно заполучить новейшие иностранные разработки и технологии без всяких шпионских игр, на этот раз настоял, чтобы ледокол строился в Санкт-Петербурге, на Адмилалтейских верфях. Помимо всего, ему и самому, не меньше, чем Макарову, было интересно наблюдать за ходом строительства, а ездить в Нью-Касл было далеко. Матушка, конечно, очень радовалась бы разместить он заказ в Копенгагене, но она и так часто бывала на родине. В ее распоряжении была яхта «Полярная звезда» со всем экипажем, и Мария Федоровна в любое время могла отправиться в гости к родственникам в Копенгаген или заехать к своей сестре Александре в Лондон. Дагмара была на три года младше своей сестры. Но из-за того, что муж Александра и Эдуард все еще был наследником трона, а Мария уже была вдовствующей императрицей, и страной правил ее сын, казалось, что она старше своей сестры как минимум на целое поколение. У Макарова еще появилась идея оснастить все корабли Балтийского флота приемно-передающими установками Александра Попова. Ходили слухи, что адмирал будто бы прыгал от радости. Чуть не в пляс спустился в капитанской рубке броненосца императора Николай I, получив сообщение с броненосца Слябе, который находился в пятидесяти километрах от него. Как овцев от всех этих идей Макарова буквально становился серым от злости, но деньги исправно выделял. «За этими передающими установками Александра Попова будущее, — убеждал членов кабинета министров Макаров, — мы сможем разговаривать с кораблями, которые находятся на другом конце света. Раньше мы как слепые в море были, видели друг друга только когда чуть насами не сталкивались, а теперь у нас есть глаза, — уши, — возражал ему министр обороны Куропаткин. Через его ведомство и шли расходы на закупку принимающих устройств. «Мы же слышим другой корабль, а не видим его». «Право ж, какая разница, уши, глаза, — говорил адмирал, чем повергал министр в веселое настроение». По случаю приезда императора работа наверх и остановили. Время выбрали так, чтобы оно пришлось на обеденный перерыв. Рабочим на этот раз разрешили даже разойтись по домам, но никто из них не пошел даже на обед в заводскую столовую, где питание было бесплатным. Пересилило желание хоть и издали взглянуть на императора. «Под ногами будете мешаться», — говорил им главный инженер адмиралтейской верфи. «Детям и внукам будем рассказывать, как император на завод приезжал, — упрашивали руководство рабочее. «Если приказ будет гнать вас всех в зашеи, чтобы на верфи никто не оставался, выгоню. Вы что, хотите, чтобы из-за вас меня выгнали? Так если это приказ будет, тогда, конечно, спорить никто не станет». Но приказа такого не было. Еду рабочие принесли с собой, собрались с тайкой, далеки от высоких особ. Полицейские в штатском строго-настрого предупредили, чтобы они к императору не приближались, а то начнут просить его о чем-нибудь, чтобы он занялся решением их бытовых проблем, что им больше делать нечего. Рабочие попрятали за спиной пирожки и котелки с супом. Некоторые из них стояли перед кормой корабля. Он выселся над ними стальной громадиной, теперь уже не выглядел неказистым, как и уменьшенная копия. Человек по сравнению с ледоколом был настоящим карликом, лилипутом. Одна лопасть любого из трех кормовых винтов ледокола была выше самого высокого рабочего. Николай помахал рабочим рукой. В ответ толпа разразилась приветственными криками. Мать, вдовствующая императрица Мария Федоровна, всегда говорила Николаю, что за популярностью у народа гнаться не надо, но никогда нельзя упускать случай эту популярность увеличить. Он хорошо усвоил этот совет. — Холодно у вас, — поежился император, — как можно на таком холоде работать? — Рабочие и тепло одеты. Мы следим, чтобы никто не простудился, — сказал адмирал. — А на палубе стоять в ледовитом океане гораздо холоднее. Боишься, ноги к палубе примерзнут, отдирать придется. Макаров на этой верфи дневал бы и ночевал, не будь у него других забот. Но ведь у него на печенье весь Балтийский флот, еще верфи Кронштадта, где готовились к спуску пять броненосцев, еще два были заложены два месяца назад. Указом от 24 февраля 1896 года император предписал отпустить из свободной наличности государственного казначейства сорок миллионов рублей на постройку военных судов для Балтийской флотилии. Эти деньги позволяли ему вдвое увеличить состав флотилии. — Смотрите, не затягивайте, а то знаю, что у вас все ни шатка, ни валка проходит, — распекал Николай какого-то главного инженера верфи. — Броненосец по три года строите. — На воду его спускаете, когда он безнадежно устарел, его впору разбирать. — Хорошо, устроились. — Но только результат получается не нулевой, а отрицательный. — Поскольку флот современный корабль не получил, а денежки из казны все до копеечки освоены. У британцев на постройку нового корабля уходит меньше года. — А потом они уже, наловчившись, начинают как блины печь. — Вы разве так не можете? Что вам мешает? — Так это если проект типовой, и на одной верфи все строится, — попробовал возразить главный инженер. — Будут, будут у вас типовые проекты. Только со сроками не затягивайте. Теперь и русские научились печь броненосные крейсеры, как блины. Два корабля для Балтийского флота строились в североамериканских Соединенных Штатах на верфях завода Крампа. Каминет министров Солсбери пребывал в смятении, узнав о планах русских по строительству военных кораблей. По примеру России четверть миллиарда марок на строительство флота выделил Кайзер. — Будем масло суррогатное жрать. Трава питаться, как коровы, — кричал Вильгельман своих министров, когда те что-то посмели ему возразить. — Но наш флот будет лучшим в мире. — Британцы обвиняют нас в разжигании и гонке вооружений, — сказал как-то императору адмирал Макаров. — Они говорят, что действия России вынуждают их, затянув пояса, тоже увеличивать тампо строительства своих судов. — Британцы всегда умели повернуть дело так, что они ни в чем не виноваты. — Но им ли обвинять нас в гонке вооружений на море, — Степан Осипович, — возразил Николай. — Их флот сильнее нашего. И они от своей идеи, что их флот должен превосходить по своей силе любой флот мира, и все вместе взяты и не отказываются. — Пояса они по лужам затягивать не станут. Всю тяжесть расходов вновь переложат на свои колонии. Я удивляюсь, неужели они еще не все из Индии выкачали. Индия стала для них неисчерпаемым источником богатства. Бакаров показал Николаю карикатуру из британской газеты. На ней император был, как обычно, изображен в виде медведя в короне, который на этот раз плыл в лапти, а следом за ним на веревочке был привязан целый флот из огромных лаптей. Сквозь прорейхи в бересте лилась вода, и флот грозил в скором времени пойти ко дну вместе с медведем. — Забавно, — сказал император, — но не на медведя же я. Все-таки похож. Это они переборщили. Вот отец мой был похож на медведя. Да братья его тоже. А я не похож. Но британцам спасибо за такое преувеличение. Они всегда нам напоминают, кто для нас друг, а кто даже не товарищ. — Ваше Величество, осмелюсь сделать предположение, что британцы могут действовать по отработанной схеме. Простите, но им проще пробовать вас устранить, чем участвовать в этой гонке вооружений. В случае вашей кончины трон перейдет к великому князю Михаилу Александровичу, а он вряд ли будет следовать тем же курсам, что и вы. — Британия всегда являлась пристанищем для нашего подрывного элемента. Их внешняя разведка всегда обучала потенциальных террористов, а потом засылала их на нашу территорию. Я бы предложил существенно усилить вашу охрану. — Эх, бог не выдаст, свинья не съест! — грустно махнул Николай. У него перед глазами стоял образ умирающего деда. Если мы охрану увеличим, народ подумает, что это я от него преграду строю. У людей таких мыслей быть не должно. На Адмиралтейской верфи Макаров наездами только и показывался, урывая час-другой. Он мог пригласить сюда императора и пораньше, когда погода была теплее, и не так досаждал пронизывающий ветер. Но адмирал ждал, когда бокали до кола обошьют стальными листами. А то голые шпангоуты больше напоминали о незавидной судьбе выброшенного на берег стометрового кита, обглоданного птицами до костей. Император поинтересовался, вовремя ли идет финансирование, и не задерживает ли Министерство финансов деньги, срок ли спустить ладокол на воду. — К следующей навигации будем корабли по Финскому заливу в любые морозы водить, — пообещал Макаров. — Не откажите его любезности, Ваше Величество, когда будем корабль на воду спускать, разбить авиабордбутылку шампанского. — Не обещаю, но постараюсь. Решили уже, как корабль назвать, Ермак. — Это хорошо, — кивнул Николай. Он полагал, что адмирал предложит имя какого-нибудь из императоров. — Забавно разбить бутылку шампанского. А скулу какого-то из прежних властителей державы британцы не упустят шанса позлословить по этому поводу. С Ермаком так не выйдет. Придется ведь тогда своим читателям напоминать, кем был этот самый Ермак. Николай надеялся, что читатели газет после спуска броненосца о Слябе узнали, кем был этот человек. Пусть знают о Ермаке, о Пересвете, о Александре Невском и Дмитрии Донском, о Минине и князе Пожарском, о Суворове и Кутузове, об адмиралах Нахимове и Ушакове. — Когда-нибудь во флоте появится корабль, на борту которого будет написано «Адмирал Макаров». — Пусть это случится нескоро. Николаю Степаносипич Макаров был нужен не на борту корабля, а на его палубе. — Не изволите ли согреться, Ваше Величество? — смущаясь, предложил адмирал, указывая на контору главного инженера, где были накрыты столы для высокого гостя. — Только очень быстро, — согласился Николай. — Спешу. Макаров закивал, засуетился, не зная, что же показать еще государю, хотя несколько минут, что он пробудет здесь. Вот если б корабль же на воду спустили, да все внутренние помещения оборудовали. По вину из какой-то неодолимой тяги Николай пошел вперед, прямо к коству корабля. С каждым шагом ему все больше приходилось вскидывать голову вверх, чтобы разглядеть вершину борта. И с каждым шагом он все больше чувствовал, как же ничтожен человек по сравнению с этой громадиной. Рабочие, что стояли подле корабля, замерзли. Но не то, что шага не решаясь сделать, а даже пошевелиться. Они опешили. Их точно загипнотизировали. Николай с ними заговорил. Разговор шел просто и буднично. Он видел лица этих людей. Черты их разглаживались, точно потекший воск от тепла. Они точно оттаивали и начинали говорить все смелее и охотнее, высказывая ему свои самые сокровенные тайны. Да и он готов был спросить у них совета, с кем ему дружить, с кем воевать. Николай вдруг понял, что, слушая рассказы о простых проблемах этих людей, отдыхает. Потому что все те проблемы, о которых они говорили, решить труда никакого не составляло. Он мог только взмахнуть рукой, подозвать сюда министра финансов или того же Макарова. Да и можно было вовсе не подзывать их. Они и сами услышат, что сказал император, и догадаются, что им надо сделать, чтобы остаться на своих местах. Когда он направился к выходу, рабочие двинулись следом. На их лицах блуждали какие-то странные улыбки, будто они не верили во все происходящее. «Приезжайте!» «Приезжайте к нам, мы будем вас ждать», — услышал он позади чей-то робкий голос. «Обернулся, обернулся, улыбнулся. К чему все эти церемонии, что приняты при дворе? От них можно устать. От вас зависит. На спуск корабля непременно приеду. Не подведите. Строите его таким, чтобы ему никакие льды страшны не были, никакие бури». Николай думал об этом разговоре, когда ехал по набережной. На лице его блуждала улыбка, очень похожая на те, что были на лицах рабочих. Вдруг он краем глаза уловил за левым окном какое-то движение. Сдрогнул от неожиданности. Посмотрел на улицу. Стекло чуть запотело от его дыхания, и через него все, что происходило на улице, казалось нечетким, точно погруженным в воду. Не снимая перчаток, император стер влагу со стекла. Стало светлее. Лейб-казаки, что ехали в охранение экипажа, уже миновали женщину с огромным букетом цветов, который появился не весь откуда. И тяни ее за руку, какой-то мужчина в темном пальто. Она, безусловно, добежала бы до экипажа императора и бросила в него свой букет. Мужчина в пальто был явно сотрудником охранного ведомства. Женщина сбила с него котелок. Пусти, пусти, Ирод, кричала женщина, но поскольку одну и руку занимали цветы, да и охранник казался крепким, исход схватки был предсказуем. Николая эта сцена позабавила. Вот только охранник как-то очень некорректно общается с женщиной. Да еще на виду у прохожих их было немного. На блюстители законности они смотрели с неодобрением. Мешиваться Николай не стал. Он отыдвинулся от окошка, чтобы все думали, будто он не видит, что происходит на улице. Когда экипаж императора поравнялся с девушкой, она из последних сил рванула сперед. Ей как-то удалось вырвать одну руку, и тогда она мазнула охранника по лицу, глубоко оцарапав ему кожу. И охранник закричал что-то непотребное, уже не сдерживаясь, прыгнул за ускользающей девушкой, сумел-таки ухватить за полу ее пальто, повалил, подмял под себя, распластавшись над ней, букет смялся. — Это уж ни в какие ворота не лезет, — подумал Николай. Он уж был готов теперь вмешаться, но вдруг под девушкой расцвела огненная вспышка, огонь рванулся в разные стороны, припадая к земле, как хищник, который крадется к своей жертве. Николай видел, как тело девушки конвульсивно содрогается, как невидимая безжалостная сила рвет его на куски девушка и охранник, оба были мертвы. По ступицам колес что-то барабанило, очень похоже на картечь. Ступицы не выдержали, треснули, подломились. Экипаж рассел на левую сторону и начал заваливаться. Он не перевернулся только потому, что испуганные лошади тащили его вперед, а возница все никак не мог успокоить. Один из лейб-казаков, что скакал позади экипажа, упал. Нога его зацепилась за стремя, и теперь лошадь волочила за собой бездыханное тело, а голова его била со брусчатку, оставляя кровавый след. Стекла во всех окрестных домах осыпались сверкающими осколками. Тряска выбила из Николая всю душу его, мотала внутри экипажа не хуже сказочного героя, которого Пушкин отправил странствовать по морю и океану, запечатанным в бочке. На губах и во рту была кровь. Когда экипаж остановился и дверь открылась, император буквально вывалился из него, упал на чьи-то руки. Не будь этих рук, он рухнул бы на брусчатку. «Император ранен!» — услышал Николай над собой истошный крик. Он видел, что люди в темных пальто окружают его плотным кольцом, озираются по сторонам, готовые своими телами закрыть его, если преступники попробуют повторить нападение. Женщину-бомбиску разорвало почти надвое. Казалось, что над ее животом поработала камня-дробилка, или оттуда вылезло инопланетное страшилище, зубастые когтисты, о которых в последнее время так любили писать билетристы, предсказывая конец света. Ярость исказила ее лицо в последние мгновения жизни, теперь застыла на нем навсегда. Теперь женщина стала похожа на ведьму, как будто прежде она могла скрывать свой облик. Ведь поначалу, когда боролась с охранником, она показалась Николаю даже симпатичной, но смерть вернула ей настоящий внешний вид. При жизни его разглядел только мертвый охранник. Он лежал тут же. Наверное, женщина замаскировала свою бомбу под букет. Помимо взрывчатки, там были еще куски металла. На улице все погибли бы, не повали охранник преступницу на мостовую. Остекленевшие глаза охранника смотрели на небеса. Начинал падать снег. Снежинки считали на его коже, но она очень быстро отдавала тепло. А Николай все злился на охранное ведомство, когда гулял в Ливаде и по окрестным лесам. Он натыкался на грибников, у которых в лукошках вместо грибов были запасные обоймы, а рубахи топорщились от спрятанных под ними пистолетов. Он хотел освободиться от рук, что его несли, захотел пойти сам, но его не отпустили. Николай немного оглушил, а в ушах стоял шум, похожий на тот, который издает падающая за облачных небес вода. — Стоять! — слышал он, но кричали не ему. — Стоять! А потом Николай услышал звук выстрела, звонкий, как сломавшаяся под ногой сухая ветка. Еще один. Николай почувствовал, как пуля сбивает с ног человека. Неважно, что он мог действовать из благостных побуждений и бросился помочь государю. В сложившейся ситуации охранники об этом не думали. Их первейшая и главная задача — никого к императору не подпускать. Сперва стреляй, потом выясняй. Только сейчас Николай понял, что его захлестывает боль. Он начал тонуть в ней, как в реке. Разливаясь по всему телу, она подбиралась к носу, мешала дышать. Николай принялся хватать воздух губами, будто захлебываясь. — Императору плохо! — вновь услышал он над собою. Но перед глазами уже мутилась. Он не мог в подробностях разглядеть лицо, склонившееся над ним. Только темный овал, похожий на маску из древнегреческого театра. Где этот черт в экипаж? Рядом раздался приятный цокот копыт, обрущатую мостовую. Коня перебирали ногами, разгоряченные, потому что их гнали, будто они оказались на ипподроме. И возницу совершенно не интересовало, что скакунам приходится помимо него тащить еще и тяжелый экипаж. Главное — быстрее дойти до финиша. Для этого он был готов загнать скакунов до смерти. После покушения не прошло и нескольких минут. То ли экипаж пригнали из конюшен, что находились в зимнем дворце, то ли он был на подхвате. На тот случай, если основной сломается, императору срочно придется заменить его. — Он не ранен, только оглушен. В экипаж его, быстро. Этот голос Николай узнал. — Боткин! Он почувствовал, как губ коснуло что-то теплое. В нос ударил. Приятный аромат, губы непроизвольно открылись. По горлу, в желудок потекла какая-то жидкость, боль быстро покидала тело. Земля под ним мерно покачивалась. Николай понял, что сидит в кожаном кресле экипажа. А рессоры немного сглаживают все неровности брусчатки. На поезде путешествовать комфортнее, да еще на той самодвиживающейся тележке, которую с гордостью показывал ему минувшим летом Вильгельм. Она могла ехать сама по себе, потому что у нее был пламенный мотор вместо сердца. У Николая дух захватило, когда Вильгельм, сев за штурвал, похожий на тот, что стоит в быстроходных яхтах, дернул за какие-то рычаги, нажал на педали. И тогда тележка сорвалась с места и помчалась по дороге, постепенно набирая скорость. Николай скосил глаза на Вильгельма, но показал, что губы его шевелятся. А не пламенный мотор у этой машины вместо сердца? Друг Вилли раздобыл где-то в перси кувшин с джинном и пересадил его в эту машину. Вот джинна ее и двигает, а Вилли шепчет заклинание, чтобы он не вырвался. А, однако, это опасная штуковина. Такая мощь! Что будет, если заклинания на джина уже действовать не будут, он выберется из своего кувшина? — Как тебе изобретение моих инженеров? — спросил Илли. — Превосходная штука! До сей поры чуть ли не единственной тягловой силой в городах были лошади. И ученые предсказывали, что при развитии транспорта коммунальные службы в больших городах попросту не будут успевать убирать с улиц испражнения животных. И Санкт-Петербург, и Берлин, и Париж, и Лондон утонут в лошадином навозе, который постепенно затопит улицы до вторых этажей. Лучше будет вовсе покинуть эти города и построить возле них новые. Но Вильгельм, похоже, нашел способ, как избежать такой перспективы. Эти самодвижущиеся повозки постепенно придут на смену конским экипажам, а только запах от них противный. Николай поморщился от едкого дыма. — Место навоза города заполнят тучи едкого дыма. Такие плотные, что передвигаться по ним придется в масках. А видимость снизится до нескольких метров, и ты за этой плотной завесой не увидишь, что происходит на другом конце улицы. Британцам к туману не привыкать, но еще подумаешь, что лучше облака едкого дыма или навоз до второго этажа. — Приезжай еще восторженно! — кричал Вилья. — Научу тебя на ней ездить, или, хочешь, пришлю тебе точно такую же. — Мне будет нужен инструктор. Боюсь, без него голову себе сверну. — Хорошо. — Сам приеду как-нибудь и научу тебя. Твой сонный городок Санкт-Петербург. Рево-Моторо разбудим. Экипаж мчался по набережной со скоростью курьерского экспресса. За ним не угнался бы искроход из сказа Гауфа, у которого на ногах были волшебные туфли. Прохожие провожали его взгляды. Многие слышали взрыв и выстрелы, и теперь гадали, что же такое случилось. А по городу начали распространяться слухи, будто император серьезно ранен. Зеваки и любопытные потянулись на место преступления, осматривать воронку, которую оставила на брусчатке адская машина, подбирать куски железа, которыми она была начинена. В экипажах на Николая накатил нервный срыв. У него так затряслись ноги, точно к ним подключили электрический ток. Николаю вдруг стало тесно в экипажах. Его душа рвала снаружу, на простор, пусть зажатый со всех сторон набережной Невы и каменными зданиями, только бы не оставаться в этом деревянном гробу, который то и дело подскакивал на нервности к брусчатке. Он до крови закусил губу, чтобы унять дрожь и успокоиться. Его хотели внести и во дворец, но Николай к этому времени уж настолько пришел в себя, что оттолкнул помощников, вышел из экипажа и сам поднялся по мраморной лестнице. Ему это далось с трудом. Когда он добрался до последней ступеньки, кровь в голове буквально кипела, дыхание сбилось, перед глазами вновь все помутилось, ему стоило больших усилий не покачнуться. Навстречу выбежала Елена, растрепанная, испуганная, красивая. Они столкнулись буквально нос к носу. Это стало такой неожиданностью для Елены, что в первое мгновение на лице ее появился испуг, будто она увидела призрака. Не мудрено. Лицо Николая было белым, как снег. — Прости, что задержался к обеду, — сказал Николай. — Адмирал все никак не отпускал. — Ты жив, — только вымолвила Елена и бросилась обнимать мужа. Сил ее почти покинули, потому что не меньше получаса тому назад, с той самой минуты, как ей сказали, что на императора совершено покушение и что к английской набережной погнали запасной экипаж, она томилась в неведении. Извелась вся, была готова сама броситься на набережную, но фрейлина ее остановили. Начали успокаивать. Елена, кажется, чувств лишилась. Держать супругу Николаю было тяжело, ноги его дрожали, по ним проходили судороги, они начинали подкашиваться. На лбу выступилась спарина. Николай в отчаянии осмотрелся, ища взглядом поддержки, ее подхватило сразу несколько рук. — Не уберег! — чуть не срывался в нервный крик министр внутренних дел Столыпин, менее года занимавший эту должность. Его руки дрожали, как у старика, а на лице твоей дела появлялся нервный тик. Он говорил то же самое, что и князь Борятинский, в отцу. Не уберег! Он не понимал, как это могло случиться на набережной. Его люди проверили все дома и чердаки по маршруту следования. Агенты сидели на крышах и разгуливали по улицам. Накануне они накрыли подпольную химическую лабораторию, где злоумышленники готовили взрывчатку. Не ушел никто, кого на месте положили, кого арестовали. На допросах с такими личностями не церемонивались, применяли новейший метод дознания. Хотя лучший результат приносит методы, которые веками проверяла инквизиция. Выяснилось, что злоумышленники готовили покушение не на императора, а на самого Столыпина. Уж слишком урьяно он взялся за искоренение преступного мира. Не церемонился и без всякого сожаления требовал, чтобы суд приговорил повязать на шею террориста, бомбиста или какого-другого душегуба мыльную веревку. Это более гуманно, чем голову гильотины отрубать, говорил министр. Но если кто попросит заменить повешение отрубанием головы, ну, так уж и быть, исполню последнюю волю приговоренного к смертной казни и выпишу на деньги моего министерства из Франции одну гильотину. Но веревка на шее все же гуманнее и практичнее, после этого грязи меньше остается, да и деньги государственные сэкономим. Их можно и на более полезные вещи направить, чем гильотину во Франции заказывать. Несколько десятков казней привели к тому, что преступность явно пошла на убыль. Преступники стали понимать, что если не прекратят своего занятия, то в будущем их ждет виселица, которую они в своих кругах уже окрестили Столыпинским галстуком. Два пути теперь было перед ними. Либо встать на путь исправления, либо податься на чужбину и там заниматься своим ремеслом. Многие так и сделали, и пока на шее не затянулся Столыпинский галстук, отправились кто в Ниццу, кто в Лондон, кто и вовсе в североамериканские Соединенные Штаты, деятельностью своей заметно ухудшая местные полицейские сводки. О собственной жизни Столыпин мало беспокоился, но был уверен, что императору ничего не грозит. Нет, а вышло, что он просчитался, и как честный человек, который не выполнил до конца свой долг, должен подать в отставку. Не такое это суровое наказание, если учесть, что в Японии вину свою министр мог искупить, лишь вскрыв себе живот ритуальным мечом. Но Николай уже пришел в себя. Он понял, о чем его хочет просить министр, в нот в них дел, и опередил его. — Нет, нет, вашу отставку я не приму, Петр Аркадьевич. Столыпин хотел что-то возразить, но Николай остановил его жестом и продолжил довольно резким тоном. — Занимайтесь своим делом, ваши люди хорошо поработали. Не затем он тащил за собой Столыпина, чтобы вот так, из-за какого-то покушения, карьеру его прерывать. Ведение у императора было, что этот человек станет ему опорой, хотя Столыпин был гораздо старше Николая, и император, прежде чем окончательно его в столицу перевезти и держать возле себя, дал будущему министру возможность набраться опыта, назначив гродненским губернатором. Вот здесь-то и проявился неуемный характер Столыпина, принявшегося за реформу губернского сельского хозяйства. И двух лет не прошло, как зерна в губернии стали полтора раза больше собирать, чем прежде. Продлись губернаторство Столыпина подольше, глядишь, гродненская губерния стала бы считаться жительницей страны. Но, взирая на эти успехи, опыт Столыпина стали перенимать в других губерниях. Самому же Петру Аркадьевичу в минувшем году Николай предложил занять кресло министра внутренних дел, которое по важности являло самым первым среди других министерских кресел, и в иерархии кабинета министров следовало сразу за премьерским. Вид-то это назначение воспринял заметной ревностью. Он думал, что будет долгие годы возглавлять кабинет министров, а выходило, что надежды его не оправдались, и император готовит замену. Время шло к большой войне, и Николай хотел, чтобы во главе кабинета встал именно Петр Аркадьевич. Получалось, что через несколько месяцев к осени придется отправить Вид-то в отставку. Но об этом император пока действующему премьеру не говорил, а то не ровен час тот, зная, что перспектив усидеть в своем кресле у него нет, совсем сникнет, и будет работать плохо. Пусть пока трудится в поте лица. Какой-то доморощенный террорист не помешает планам Николая. Нехорошо сидеть в зимнем дворце, как в осажденной крепости. Террористы сюда пробирались. Император распорядил, чтобы в газетах не печатали репортажи о покушении на его особу, будто ничего не произошло. Зачем лишний раз население беспокоить? Волновать его? Террористам, главное, к себе внимание привлечь. Пусть покушению не удалось, но они его совершили. Им нужны доказательства, что они не прогуляли полученные от наших недоброжелателей деньги. А ничего и в сущности скверного не случилось. Николай замолчал, потому что вспомнил лицо мертвого охранника, который спас ему жизнь. У вашего сотрудника, который женщину остановил и бомбу накрыл, семья была? Да, ваше величество, сказал Столыпин. Жена, сын девяти лет от роду и дочь шести лет. Я уже распорядил, чтобы им назначили пенсию за погибшего отца и на каждого ребенка до достижениями совершеннолетия. Мальчика направим в случае его согласия в кадетское училище. Девочка в пансион для благородных девиц. Хорошо. Нельзя в беде бросать таких людей. Это наш долг. Каждый наш сотрудник знает, что в случае какой беды ведомство об их родственниках позаботится. Возле Зимнего дворца стала собираться толпа народа, как это было в семнадцать лет назад, когда террористам удалось убить царя-соводителя, деда Николая. Император хорошо помнил то покушение. Между толпой и дворцом встал лейб-гвардии Преображенский полк, поднятый по тревоге. На лицах солдат застыло напряжение. Но толпа и не пыталась во дворец прорваться. А терпеливо ждала она улицы. — Что там за шум? — спросил Николай. — Люди собрались на дворцовой площади, Ваше Величество, — должил министр двора Фредерикс. — Волнуются. Я выйду на балкон. Сообщу, что вы живы и даже не ранены. — Если об этом скажете и вы, то еще больше заставите людей волноваться. Я ведь жив, даже не ранен. Что ж мне мешает самому показаться перед людьми на балконе? Фредерикс попробовал подставить императору свое плечо, но Николай отмахнулся, сказав, что это он должен министру двора помогать. Все-таки между ними существенная разница в возрасте. Толпа гудела, по ней прокатывались волны, как во время прибоя. В нее втекали ручейки через триумфальную арку между корпусами генерального штаба. А в самом генеральном штабе работа замерла, и все, кто там находился, приникли к окнам и смотрели на зимний дворец. В секунду Николай смотрел на толпу через стекло. Лиц он разглядеть не мог. Но здесь могли быть и те рабочие с Адмиралтейской верфи, с которыми он общался всего-то час назад, и солдаты его гвардии. Николай вышел на балкон. Морозный ветер обжег его лицо, на миг перехватило дыхание. Потом вдруг туман перед глазами совсем исчез, и мысли прояснились. Он ничего и сказать не успел, да и все равно его никто бы не услышал. Кричи, не кричи. Но как только император показался на балконе, толпа взорвалась воплем. «Император жив! Он жив!» — неслось над толпой. Протяжный вой был не тоскливым, а радостным, веселым. От него сотрясались стены домов, взглянили стекла в окнах. Он пошел гулять по Невскому, по окрестным дворам и улицам. Уже оттуда возвращалось то ли эхо, то ли это кричали и люди, которым не хватило места на дворцовой площади. «Император жив! Государь жив!» Николай помахал рукой, постоял еще несколько секунд на балконе. От промозглого ветра ему стало холодно. Не будет же он стоять так целый день. Хватит того, что он показался перед народом, и все узнали, что ничего с ним не случилось. «Министры собрались на совещание?» — спросил он Фредерикса. «Да», — кивнул тот. «Вас ждут». «Хорошо». «Но боюсь, что придется им сказать, что заседание надо перенести на завтра. Сегодня вряд ли от меня будет толком». Он вышел к министрам, извинился за то, что заставил их ждать, и что напрасно вызвал в зимний дворец. Пообещал, что все вопросы, стоящие в нынешней повестке дня, будут обязательно рассмотрены завтра. Он смотрел на их взволнованные лица. Когда террористы убили его деда, наследник престола был уже совершеннолетним. А погиб не он этим днем? Цесаревич еще долгие годы не смог бы исполнять свои обязанности, пришлось бы передавать власть брату Михаилу. «Не отдать ли я сейчас? Пусть Михаил будет формальным императором, пусть на него покушаются злоумышленники, а я буду тайным советником, таким, как у меня Макаров». «Уж нет. Мейша отречения от престола в его пользу мне никогда не простит. Она и тогда не сможет развлекаться с артистками Мариинского театра». Эта мысль чуть развеяло грустное настроение Николая. «Со мной все в порядке», — успокоил он министров, — «меня даже не задело». Но больше у него сил не хватило, и чтобы не показывать свою слабость, Николай поспешил удалиться. Толпа на дворцовой площади все не расходилась, будто ей было недостаточно, что император показался. Экипажи министров едва могли пробиться через нее. Они собрались все в фойе главного входа, но на улицу выйти не решались. Куропаткин попробовал было пройти через площадь пешком без всякой охраны. Благо, до его министерства была всего сотня метров, но какое-то. Его узнали, окружили, плотным кольцом стали его спрашивать о здоровье государя, а министр и сам не знал подробностей. — Бодр, — только и смог сказать он. — Я ему руку, пожалуй, стал привирать Куропаткин. Вот до сих пор болит, — так ее крепко жал его величество. — Весь в отца могучий, силен. — Да нет такой бомбы, которая взяла бы его. Да он всех нас переживет. Министр начал заводиться. — Но вам, господа, лучше разойтись. Шумно вы мешаете императору отдыхать. Удивительно, но люди стали потихоньку расходиться. А перед Куропаткиным толпа раступилась, будто воды Красного моря перед Моисеем. Он шел совершенно беспрепятственно, мощно, как ледокол Макарова, в расстегнутой шинели, обнажив на груди китель со множеством наградных колодок. Фредерик сам обзвонил владельцев газет, чтобы они не писали о покушении. А лишь о том, что император себя плохо почувствовал, из этого пришлось на день перенести заседание Совета Министров. Но кое-какие подробности все же просочились в прессу. Эти листочки, еще пахнущие типографской краской, люди буквально вырывали из рук мальчишек, что торговали газетами. Обычно это они заглядывали в лица прохожим, старались заинтересовать интересной статьей, пусть и вовсе не было в газете. А теперь все было совершенно наоборот. Толпа выискивала мальчишек, торгующих газетами, которые уж были готовы от людей прятаться в подворотник, забираться на рекламные тумбы или столбы, лишь бы их на часть не разорвали, потому что содержимое холщовых сумок опорожнялось такой быстротой, что печатные станки в типографиях не поспевали заполнить их. Казалось, что эти сумки превратились в какую-то черную бездну, где газеты исчезают без следа. Запутав следы и избавившись от преследования, мальчишки приходили каким-то закоулками к типографии. А я что, приведу до собой хвост? Внутрь их не пускали. Пачки новых газет вытаскивали на улицу, бросали им, как куски мяса голодным собакам, а они, ухватив от богатства, вновь бежали на людные улицы. Их карманы оттопыривались от медных монеток, готовые прорваться от такой тяжести. Пора было складывать выручку в холщовые сумки. Откуда-то независимым репортерам стало известно, что покушение организовало анархосиндикалистское общество под названием «Поступ миллионов», хотя ни в полиции, ни в следственном управлении никаких подробностей не излагали. Вероятно, репортер, пользуясь тем, что никто его за неверную информацию на освоение Сибири не отправит, немного пофантазировал за неимением достоверной информации, сослал с такой-то неведомый источник в полицейском управлении. Укажи он, где эти анархосиндикалисты-то находятся. Тут же нашлись бы охотники разнести их пристанище в клочья, а самих членов организации избить до смерти. Не христи какие, то и дело говорили обыватели, читая газетные статьи. Да таких в Сибирь сослать мало, таких надо в неве топить. Во всех церквях, мечетях, буддистских храмах, во всех религиозных сооружениях империи отслужили молебен во славу спасения помазанника Божия. Стоя в своей опочивальне у окна закрытого толстой портьеры и слушая колокольный перезвон, что разливался над столицей, и завывание муэдзинов, Николай задумчиво сказал, как бы все это в фарс не превратилось. Стекло звенело. О чем ты спросила, Елена? На меня уже не в первый раз покушались. Второй? Даже третий, если брать тот случай, когда с рельсов сошел вагон со мной и моим отцом. И когда он стал объяснять, что на его деды тоже покушались много раз. Народная воля, анархисты, всех они счесть. Если первые покушения для жителей империи были шоком, то каждое новое становилось обыденностью, как снег зимой или жаркое солнце летом. Что бы ни случилось, год из года будут повторяться покушения на императора, до тех пор, пока одно из них не увенчается успехом. Я слышал, что при моем деде даже пари начали заключать. Какое по счету покушение окажется удачным, будто это бега на ипподроме, где ставят на скакунов. Как бы и на мои покушения ставки не стали делать. Ни к чему все эти молебны, вся эта шумиха, она только во вред. Но с официальным заявлением выступать все-таки пришлось, потому что горожане решили не дожидаться итогов официального расследования и стали искать ведьм. «Суд Линча! Самый справедливый суд!» кричал кто-то в цехах Путиловского завода. Здесь вспомнили, как один из рабочих принес на завод листовки, подсовывал их своим сослуживцам. Что уж там в этих листовках было, никто и не помнил, потому что мало кто их читал, а бумагу больше рвали на смокрутке. Но того рабочего нашли и стали у него выпытывать, где он эти листовки взял, и не анархист ли он. Вовремя полиция вмешалась. Кто-то сообщил, что на заводе беспорядки рабочего забрали в участок, а то не избежать ему смертоубийства. Надо было всех успокоить. Первым прислал телеграмму кайзера Вильгельм. Николай помнил, что у него всегда под рукой хранились телеграфные бланки. Чуть позже откликнулись на божественное спасение императора дворы Дании и Швеции. Телеграмму от королевы Виктории Николай даже читать не стал, потому что к тому времени, как она пришла, у него на столе накопилось уже целое кипа посланий. От королей Португалии, Испании, императора Японии, президента САСШ. Думаю, Виктория Эдуардовна, вы бы очень рады прислать телеграмму не о божественном спасении царствующей особы, а телеграмму соболезнования в связи с ее безвременной кончиной. Зло, сказал Николай. Не дождетесь? Уже к вечеру Столыпин явился к Николаю с докладом о первых результатах расследования покушений. Оказалось, что женщина действовала в одиночку, за ней никаких преступных организаций не стоял. Николай кивал, он читал труды марксистов. Врага надо знать. Плеханов говорил пятнадцать лет назад бомбистам, что убив одного царя, они просто добьются того, что вместо Александра с двумя палочками будет Александр с тремя палочками. Правда, смерть Николая могла сильно осложнить ситуацию в империи. Николая с тремя палочками в наследниках не было. А Александр, у которого когда-то после имени появится цифра четыре, он был еще слишком мал для трона. Профессиональные террористы теперь действовали иначе. Они подрывали основы самодержавия, пытались дестабилизировать ситуацию в стране, а пошатнуть ее финансовую систему, распуская слухи о том, что, к примеру, большинство российских банков на грани банкротства. Чтобы спасти вклады, кредиторы должны немедленно забрать из банков свои капиталы. Понятно, что если все вкладчики в один день бросятся забирать свои вклады, то ни один банк такого не выдержит, и банковская система просто рухнет. Спасать ситуацию придется вливаниями из казны. Наличных денег может и не хватить, тогда придется брать кредиты, причем крайне невыгодные кредиты, за которые придется расплачиваться, если не десятилетиями, то годами. «Продолжайте, Петр Аркадьевич», — кивнул Николай. «Покушение совершила некто Зинейда Добровинска, родом из Варшавы. Работала певичкой в пятийном заведении, у цирюльника в гостях. Но не гнушалась оказывать богатым клиентам и другие услуги по женской части. Она была невестой террориста Генриха Пилского, убитого две недели назад при ограблении банка. Он являлся членом РСДРП. Налет на банк был осуществлен для пополнения партийной казны. Деньги в таких случаях перевозятся за границу якобы на нужды партии. Но на самом деле, чтобы партийные руководители могли за границей безбедно существовать. За те средства, которые перечисляет на деятельность террористических группировок британская внешняя разведка, надо отчитываться. Не удивлюсь, если руководство РСДРП запишет это покушение на свой счет и таким образом спишет часть выделенных ей средств, которые якобы ушли на подготовку покушения. А, повторяю, я уверен, что Добровинск действовала на свой страх и риск. Я признаю, что здесь есть и наша недоработка. Мы, естественно, обыскали съемную квартиру Пилского, его подельников. Так нам не удалось выяснить, что у него была невеста. Она, безусловно, знала, чем занимается ее жених. Вероятно, он прятал бомбу в ее квартире. А когда его убили, она решила вот таким образом отомстить. — Руководство этой самой РСДРП сидит в Лондоне? Не все. По большей части оно в Швейцарии. Причина этого проста. В Лондоне будет слишком заметно, что большую часть выделяемых денег они прогуливают, а не тратят на подрывную деятельность. В Швейцарии британским спецслужбам контролировать это сложнее, — пояснил Столыпин. — Мне кажется, что нам надо взять с британцев пример, — сказал Николай. Он считал, что туманный Альбион постепенно превращается в севную яму для всякого рода отбросов. Британия никогда не выдавала террористов. И там они чувствовали себя в относительном спокойствии. С Францией и Германией был подписан договор о взаимной выдаче преступников. — Окажись террористы на территории этих государств, и поди в руки местной полиции, их тут же депортировали бы в Россию, а там их ждала намыленная веревка. Совет министров принял закон, согласно которому российские спецслужбы на законном основании могли ликвидировать преступника, даже если он находился на территории других государств. Работа в этой области еще не развернулась, но скоро террористы уже не смогут чувствовать себя спокойно нигде. Даже на Багамских островах им не удастся уйти от расплаты. Причем по террористическим преступлениям не было срока давности. — Вы предлагаете устранить королеву Викторию? — изумился министр внутренних дел. — Нет, — засмеялся Николай. — Ну что вы. — Старая королева на престоле для нас лучше, чем молодой король, хотя Эдуард тоже не молод. Неверон сейчас умрет, прежде чем придет его очередь на престол. Тогда на него взойдет мой кузен Георг. У меня, конечно, с ним очень хорошие отношения, но боюсь, что мило улыбаясь, он все-таки в душе ненавидит меня. Император задумался, вероятно погрузившись в воспоминания, когда, еще будучи цесаревичем, отправился в Лондон представлять царскую фамилию на церемонии бракосочетания кузена Георга, герцога Йоркского с принцессой Марией Техской. Принимаемая страна была столь любезна, что предоставила портного, сапожника и шляпника русскому цесаревичу, намекая, что одет он ничем не лучше разбогатевшего портового грузчика. Что бы ни делали британцы, какую бы любезность ни источали, результат был один — завуалированное или вовсе не прикрытое оскорблением. Они каждый раз пытались показать, кто в доме хозяин. Из их ху слился отравленный елей. За те несколько дней, что Николай пробыл при британском дворе, он научился, как здесь было принято улыбаться одними губами, глаза же при этом источали презрение. Николай и Георг были так похожи друг на друга, что их путали даже те, кто знал кузенов с малолетства и наблюдал за тем, как они подрастали, превращаясь из непоседливых мальчишек в непоседливых юноши. Они были как братья-близнецы. Но одного из них отправили воспитываться в другую семью. Стань они императорами в одно время, то единственный способ понять чужую страну — это поменяться местами, как принц и нищий в книжке Марка Твена. Николая постоянно принимали за Георга и наоборот. У русского цесаревича промелькнула тогда мысль, что если кузен Георг переберет на приеме спиртного, заснет и не сможет исполнять свой супружеский долг, и вместо него в упочивании будущей королевы окажется Николай, сумеет ли она определить подмену. Его так увлекла эта мысль, что он подливал и подливал кузену вино, пока тот не начал клевать носом, но этим дело и ограничилось. Виктория посмотрела тогда на наследника русского престола, долгим взглядом будто оценивая, как породистого скакуна, заглядывая ему в глаза и зубы, и тихо, чтобы слышали только те, кто сидит поблизости, сказала, «Он мне напоминает императора Павла». Между Павлом и Николаем не было никакого внешнего сходства. Но Виктория намекала на другое. Казалось, она правила Британии от начала мира, и, будучи еще совсем юной, застала герцога Веллингтонского на посту главнокомандующего войсками. Но родила с Викторией, когда Наполеон уже заканчивал свой век в изгнании на почти необитаемом острове. А о Павле к тому времени вовсе постарались забыть. Если из истории его имя вычеркнуть не удалось, то создавалось мнение, будто русский император был не совсем в себе, не умалишенный, но немного помешанный. Британская пресса поработала над созданием такого имиджа. Поэтому, когда Виктория произнесла эту фразу, ее окружение снисходительно улыбнулось, искоса посмотрев на Николая. Цесаревич услышал слова королевы, тоже посмотрел на нее и улыбнулся, кивая в знак того, что благодарен за сравнение. Ведь и он, и Виктория хорошо знали, кем был император Павел. Противостоянию России и Британии почти столько же лет, сколько королеве Виктории. Прекратится ли оно, когда умрет королева? Вряд ли. Оно прекратится только тогда, когда в мире останется одна империя, либо российская, либо британская. Другого не дано. Удивительно, какие точные слова смогла найти Виктория, чтобы описать характер Николая. Она посмела когда-то назвать его отца монархом, которого я не считаю джентльменом. Как же британцы кичатся своим благородством? Чтобы подчеркнуть это, придумывают всякие словечки, вроде «дэнди джентльмен», стараются сделать так, чтобы весь мир подражал им. Но нет в мире подлее людей, чем британцы. Александр Третий это знал и терпеть не мог их вычурность и отметал все английское. Николаю тогда показалось, что королева Виктория смогла уловить обрывки мыслей, которые принеслись в его голове за тот краткий миг, когда они смотрели друг на друга. Но в глазах ей был холод и лед, через который невозможно пробиться, и в его тоже. И пяти лет не прошло с той поры. Пусть уж лучше на троне подольше остается королева Виктория, продолжал Николай. Я говорю о тех членах парламента и правительства, которые наиболее агрессивно настроены в отношении России. Солсбери, спросил Столыпин. Возможно. Но что-то мне подсказывает, что следующий премьер-министр, кем бы он ни оказался, тоже будет считать нас врагами. Однако посеять в британцах неуверенность за собственную безопасность, где бы они ни находились, на мой взгляд, неплохая идея. Есть ведь множество организаций в Ирландии, в особенности в Северной Ирландии, и в Шотландии, выступающих за отделения от Англии. Мне кажется, что мы должны поощрять это их стремление к свободе. Ну а если для достижения своих целей они выбирают точно такие же методы, как финансируемые британской внешней разведкой террористы, действующие на нашей территории, тут ж нашей вины нет. События не форсируйте. Вашим агентам на острове надо быть более тесно, сотрудничать с представителями местных террористических и сепаратистских организаций. Движения эти, конечно, получили наибольшее распространение в Ирландии. Самым авторитетным являлась ассоциация под названием Фенни, действующая как в самой Ирландии, так и в Северной Америке, где было много выходцев из Ирландии. Слово это в первую очередь ассоциировалось у Николая с эльфами и прочими сказочными существами из раннего Средневековья. Вот так назывались воины-кельты, служившие наемниками у ирландских королей. Фенни прославились несколькими удачными покушениями на высокопоставленных лиц Британской империи. У ирландцев был превосходный лозунг, который полностью разделял Николай. Пусть каждый борется против Англии, кто как может. Все ее враги – наши союзники. Однако сейчас движение это испытывало упадок. Британцам удалось захватить лидеров движения, кого расстреляли, кого повесили. Аресты членов ассоциации проходили чуть не каждый день. Брали всех поголовно, лишь по одному подозрению, а потом пытками выбивали признательные показания. Последний всплеск активности в Феннии случился почти десять лет назад, когда сепаратисты подняли бунт. Но британцы подавили мятеж, залив северо-риландские города реками крови. С тех пор организация ушла в глубокое подполье. Ей надо было дать второе дыхание. Найти тех, кто еще не умер в британских тюрьмах. — Смею вас заверить, ваше величество, что мы работаем в этой области, — сказал минист. — Хорошо. Мы в крайнем случае можем предоставить политическое убежище членам сепаратистских организаций. Лучше всегда иметь их под рукой и засылать в Британию в тот момент, когда они будут для нас полезны. Подготовьте ваше предложение. Радикальных мер пока не надо. Но как вам, к примеру, забастовка в Шеффилде или срыв постройки кораблей для Японии? Забастовка на верфях в Нордфлите или Ливерпуль? Это стоит больших денег. На верфях даже простой рабочий очень хорошо зарабатывает. Ну что ж, надо заплатить им за безделье больше, чем они получили бы за работу. Выйдет дорого, но все же дешевле, чем война с Японией, у которой будут современные броненосцы и крейсера. Свяжитесь с агентами. Смет у каковцев утвердит. Никуда он не денется. Да мы и говорите, мы не станем. Достанем денежки и без Министерства финансов. Все равно ведь расходы придется проводить по закрытым статьям. Представляю, сколько шума поднимется в британской прессе, если там станет известно, что в расходных статьях российского бюджета появилась такая статья на оплату бастующих рабочих Ливерпуля. Как, считаете, скандал разразится? — Непременно согласился Столыпин. — Вот и я так думаю. Британцы — хорошие мореходы. Они доказали это при Тарфальгаре. Британские солдаты — смелы. Они доказали это при Ватерлоу. Но все равно это нация торгашей. Если сломать их финансовую систему, то британская империя рухнет. Глава пятая Миссия задержалась в Хараре на два дня. Греку было не воспользоваться таким гостеприимством. Учитывая, что впереди оставалась еще большая часть пути до Одисадеба, надо было сил поднабраться. Власов совершил несколько походов на базар. Никаких достопримечательностей не нашел, но ему нравилось просто бродить по городу, хотя словосочетание «просто бродить» не совсем правильно, потому что вместе с Власовым шли еще и сотни ашкеров и его казаки. Он жутко стеснялся от такого внимания. Но даже в самых мрачных своих предположениях Власов не думал, что дорога до Одисадеба может занять так много времени. Это несмотря на то, что погонщики Мулов постоянно подгоняли своих животных. И никакой речи о том, что они ленятся, хотят заполучить, ссылаясь на трудности пути, что-то лишнее, помимо того, что им было обещано, речи не шло. Порой Власову даже казалось, что негусы ли раз пообещали негоди премиальные, если они преодолеют эти пятьсот с лишним километров от Харара до Одисадеба как можно быстрее. Как он мог по-другому объяснить такое рвение обычно несговорчивых арабов? Видя, как мулы идут через едва проходимые ущелья, поднимаются по крутым склонам, усыпанным гладкими валунами, Власов даже пытался чуть охладить пыл арабов, а то, дая им волю, они пустят мулу вскачь. Не дай бог кто-нибудь из них оступится, и тогда вся ценная поклажа, подарки негусу, рассыплются по камням и придется терять время, собирая все это добро. Он оглядывался, смотрел на растянувшуюся на сотни метров цепочку каравана и все боялся, что в этой гонке кого-нибудь обязательно потеряет. Мул сорвется в пропасть, а арабы, чтобы не снижать темпы перехода, ничего ему не скажут об этом. И по закону подлости именно в поклаже этого мула окажется самый ценный груз. Власов постепенно начинал чувствовать удушье и недостаток кислорода, горный воздух пьянил. Просыпаясь каждое утро, он ощущал пустоту в голове, будто ветер вымыл из нее все мысли. Но все труднее становилось заставлять себя двигаться дальше, но ведь у него был превосходный пример. Чудо богатариц Суворова, которые перебрались с боями через Альпы. — Это ничего, — успокаивал он себя. — Ничего сложного в этом переходе нет. Власов читал в глазах арабов азарт, словно те решили побить рекорд Болотовича, совершенно забывая, что тот двигался налегке. В случае сетта потом начнут рассказывать о своих подвигах на базаре, в Хараре, завышая до небесных высот плату за свои услуги. Мы сопровождали русских до Одисадеба, тут и добавлять нечего больше. Горы были усыпаны поредевшими лесами, в каком-то полубессознательном состоянии. Он думал о том, что они очень красивы. Местная природа была вообще, на удивление, завораживающей. И в эти минуты Власов начинал понимать, отчего Болотович влюбился во Виссинию и так редко возвращался на родину. И еще он думал, что, свалившись в какое-нибудь ущелье, он до самой смерти не поймет, что же с ним случилось. Даже страх испытать не успеет. И боли не почувствует, а только несколько секунд легкости от полета, после которых придет темнота. Миновало почти три недели, прежде чем караван наконец-то вступил в урочище Шо-Ля, куда прибыл министр иностранных дел Негуса Менелика. Должность эту занимал швейцарец Ильк. Вообще, Менелик, в отличие от своих соседей, держал при дворе много иностранцев, ничего зазорного в этом не видел. Использовал их талант и знания для укрепления своего государства. Чем-чем, а титулами и землями он их обеспечит. Император Петр тоже всячески привечал иноземцев, если они были готовы искренне служить ему и России. Пусть родом они были и из Дании, и Голландии, и Лифляндии. Кто такой Витус Беринг? Великий русский мореплаватель. Кто такой Барклай де Толли? Русский генерал. Какие бы имена и фамилии они ни носили, все они были русскими. Возможно, Менелик рассчитывал, что часть иноземцев тоже когда-нибудь станет абиссинцами. А только Ильк вряд ли будет абиссинцем. А Болотович так останется русским. До Дисадебы оставался лишь один дневной переход. Министр совмещал еще и функции церемонии мейстра. И он начал объяснять Власову все тонкости придворного этикета Негуса. Посол не переспрашивал, только слегка качал головой, делая вид, что внимательно слушает. Закончив свой рассказ, Ильк уехал, сообщил, что вернется завтра, вместе с сопровождением, которое полагалось миссией. — Отдохните, у вас завтра будет долгий день, — сказал Ильк на прощание. Власов совсем не волновался от того, что ему завтра предстоит предстать перед двором Негуса. Сказалось, усталость, накопленная за недели похода. Он заснул почти сразу же, совсем не мучаясь от бессонницы. А если ему и снились какие-то сны, то наутро он обо всем забыл. Горсть воды и чашка кофе взбодрили его. Он уже успел отвыкнуть от своего европейского мундира золотыми погонами на плечах. И теперь, когда пришло время вновь не вооблачаться, Власов все оттягивал этот момент. Он сидел в своей палатке, разложив перед собой мундир на коврике, сотканном из верблюжьей шерстью. Власов погладил ладонью плотную ткань, смахнув с нее налившие песчинки. Начал с неохоты стягивать себя арабский балахон, переодеваясь. Власов уже забыл, какой неудобный и тяжелый мундир из-за приколутых к груди наград. Спина быстро увлажнилась. Власов боялся, что пот проступит через ткань. С улицы донесли звуки флейт. Это означало, что приближается эскорт. Власов вышел из палатки. Лучи солнца блеснули на его наградах, ослепляя всех, кто на него смотрел. А рабы-погонщики, впервые увидев его в мундире, невольно склонили головы. Видать, он выглядел очень впечатляющим. Но зрелище приближающихся всадников было еще более впечатляющим. Они двигались медленно и величественно, покачиваясь в седлах. Власов не мог сразу сказать, сколько их. Сотни или несколько сотен, потому что ехать широким фронтом они не могли. Выстрелились в цепочку по пять всадников в ряд. А вот какой длины цепочка Власов не видел. Они были яркие парадные одежды. Слишком яркие. Такие краски в природе только у птиц да бабочек встречаются. Его окружил дурманищий голову аромат, когда всадники начали расступаться, объезжая его с двух сторон. По бокам от него струился человеческий поток. Власов смотрел на их лица. Все были молодыми. Менюлик, похоже, прислал один из своих придворных полков. Свою новую гвардию, чтобы она сопровождала русских, вернее, даже служила им, когда они вступят в Абиссинскую столицу. Садники вставали у него за спиной. Никогда у него не было такого эскорта. Власов же был на коне. Скачить на него с легкостью оказало задачей трудной, из-за плотного сукна, который уже пропитал испотом. Тот успел немного подсокнуть, а соль намертво приклеила в нескольких местах мундир кожи. Колонна тронулась. Всю дорогу до Одисабеба под копыты коня Власова бросали цветы. Наконец, впереди стали видны холмы, усыпанные палатками и шалашами. В столице почти не было каменных или глинобитных домов. Даже дворец Менюлика, как рассказывал Булатович, был деревянным. Все население города пришло встречать русских. Воины все время пребывали, присоединяясь к эскорту. Пешие, вооруженные копьями и щитами, бежали рядом со всадниками, не уступая им скорости. Некоторые несли винтовки Драгунова. Поговаривали, что Негус был в восторге от этой винтовки, от дальности ее стрельбы и точности. Кто-то из придворных сказал Менюлику, что ему, как Негусу, не солидно иметь винтовку, как у простого воина. И специально для него абиссинские мастера могут сделать точную копию этой винтовки из золота золотыми пулями. «Зачем мне золотая винтовка?» — спросил тогда Негус. «Да еще золотыми пулями». Потом замолчал и добавил. «Вот если она будет серебряной...» «С серебряными пулями, тогда я могу охотиться на демонов». Придворные улыбнулись шутки. Булатович, рассказавший влас в эту историю, так и не узнал, сделали ли Менюлику винтовку в систему Драгунова и серебра. И на что тот намекал, когда говорил об охоте на демонов. Конечно, он мог так назвать итальянцев или британцев, но чтобы с ними воевать, серебряная винтовка вовсе не нужна. Воины окружили миссию плотным кольцом. И рожане смогли бы разглядеть ее, только наблюдая за всем с возвышенности. Приветственные крики слились в незатихающий гул, сильный, как водопад. Власов мог расслышать слова, если только их кричать ему на самое ухо. Он задыхался от жары и пыли. Солнце было в зените. Кого-то из воинов украшали накидки из львиных и леопардовых шкур. У командиров подразделений были на головах золотые кольца с альвинами гриуми. Музыканты на бамбуковых трубах, на барабанах и флейтах раз за разом выводили мелодии, от которых леденела кровь. Впечатление будто оказался в самом водвороте карнавала. Поток нес Власова к дворцу Менелита. Он выселся на вершине одного из холмов, окруженной тремя рядами деревянного забора. Воины разомкнули свое построение перед воротами дворца, выпуская Власова. За первым забором располагались палатки охраны. Там Власов слез с коня, пошел дальше пешком. Он отметил, что жилище Негуса было очень скромным. Экторы и столичные жители, да не те, что миллионами ворочают, а с доходами поскромнее, владели куда как более солидными дачами, где-нибудь под Араненбаумом. Слово Артамонов как-то проговорился, что мечтает обзавестись такой дачи на старости лет, когда он уже, будучи полным генералом, убеленной сединой, устанет от тратных подвигов и выйдет в отставку. Больших капиталов он пока что не нажил и вряд ли наживет. Но генеральской пенсии хватит на безбедную жизнь. Летом к нему будут приезжать семьи сыновей и дочерей, привозить ему внуков и внучек, он будет с ними нянчиться и рассказывать о дальних странах, в которых когда-то побывал. — Не заскучаете? — спросил у него Власов. — Разве с детишками заскучаешь? От них не скука, а радость одна. — Хорошая у вас мечта. Думаю, что и я буду такой старый стират. Но рано еще думать о ней. Столько у нас всего впереди. Во внутреннем дворе его оглушил оркестр, в котором, как выяснилось впоследствии, было столько барабанов из стольких провинций, состояло государство Менелика. Музыканты начали играть российский гимн. И хотя инструменты были все-таки для этой мелодии непривычными, получилось гораздо лучше, чем у их коллег из Харара. Все-таки обучал их австрийский капремейст. Да и прежде чем исполнить гимн на людях, музыканты несколько раз совершенствовали свое мастерство, исполняя гимн специально для Болотовича. Капельмейстер успокоился только тогда, когда Болотович стал полностью доволен игрой музыкантов. Дворец был цилиндрической формы, сделанной из расколотых бревен, которые вбили в землю. Их оплетал раскрашенный тростник. Таким образом, стены можно было не украшать резьбой. Тростник превосходно ее заменял. Овенчал их дворец соломенная иконическая крыша. Между ней и стенами повсюду виднели щели, куда проникал свет. А то без этих щелей внутри здания было бы совсем темно, в стенах окна не прорубили. Переход от яркого солнечного света к полумраку, властвовавшему во дворце, был слишком резким. Глаза Власова к нему еще не привыкли. Венелик, поджав ноги, сидел на высоком помосте, семью ступенями на мягком кресле с двумя подушками. Троново был не очень впечатляющим, но стоудобным. По бокам от трона плотной массы стояли гвардейцы Негуса, его военачальники и правители областей, которые специально съехались в столицу для встречи русской миссии. Взгляд Власова скользнул по лицам этих людей, и вдруг он увидел Болотовича. Нет, его вовсе не удивило, что Болотович стоит среди абиссинской знати. Но выходило, что за то время, пока миссия медленно ползла от Харара до Адисабебы, Болотович успел добраться до границы Абиссинии и империи Дервишей и вернуться обратно. Неужели такое возможно? Признаться, Власов такого не ожидал. В его глазах появилась тревога, а сердце учащенно забилось. Конечно, он не мог сейчас броситься к Болотовичу и спросить у того, исполнили ли он поручение. Его яйцо осунулось, носило следы крайней усталости и истощения. Глаза глубоко запали в глазницы, а кожа на лице слегка натянулась и сохлась. Это был совершенно другой человек, чем тот, которого Власов повстречал несколькими неделями раньше. В дне перехода от Харара. Болотович постарел за это время на несколько лет. Посол лишь на мгновение задержал свой взгляд на Болотовича, а тот, догадавшись, что пытается выяснить посланник, кивнул ему, и губы его беззвучно прошептали «Все хорошо». Власова, точно, камень сдувший упал. Теперь его взгляд сосредоточился на Менелике. Его голову украшала всего лишь повязка. Очень скромная по сравнению с золотыми обручами, что венчали некоторых из его приближенных. Но зато на ней была надпись «Царь царей, повелитель Эфиопии». Облачен он был в белой одежде и красную накидку. Его кожа была темно-шоколадной, а взгляд спокойным и немного уставшим. Казачий конвой, вытащив из ножен сабли, четко отсалютовал Негусу. Будь света в помещении больше, салют выглядел бы эффектнее. Негус улыбнулся. Вероятно, ему уже доложили о том, какие чудеса могут вытворять казаки из своим оружия. «Рад приветствовать моих друзей из далекой России», — сказал Менелик по-русски. Наверное, это были единственные слова, которые он успел выучить. Власову было очень приятно от этого, и он чуть было не забыл дать знак казакам конвоя, чтобы те гаркнули во все горло слова приветствия. «Рады приветствовать вас, Ваше Величество!» Негус заулыбался. Власов подготовил для него небольшой сюрприз. Всю дорогу он упражнялся в Амхарском, тащил с собой толстенный словарь, который для него буквально настольной книгой стал, вернее, напольной, потому что в палатке, которую после каждого перехода разбивали казаки конвоя, столов не было. Он видел, что его речь, произнесенная на местном наречии, произвела на Негуса впечатление. Власов, подойдя к трону, протянул Негусу золотой пакет, в котором было верительное письмо, написанное на русском абиссинском. Негус распечатывал пакет, достал письмо, пробежал его взглядом, потом приложил губам. Он встал с трона и поздоровался за руку с каждым членом миссии, даже с казаками конвоя, которые были несказанно удивлены такой честью. Негус вновь сел на трон, а русским принесли стулья. Кольцо вокруг Негуса и русских сжималось. Косяц по сторонам, Власов обнаружил, что сейчас в тронном зале людей гораздо больше, чем было в начале приема. Ряд на суда пришла часть из тех гвардейцев, что сопровождали миссию. Всем хотелось послушать разговор Негуса с русскими. Разговор вышел долгим, вернее, он таким показался Власову. Но он старался как можно подробнее отвечать на все вопросы Менелика, и о здоровье российского императора, и о том, как идет строительство транссибирской магистрали, да много еще о чем хотел узнать Негус. «Я слышал, что эта дорога длиннее той, что задумали французы от Джибути до Адисабебы», — сказал Негус. «Во много раз длиннее», — кивнул Власов, поражаясь осведомленностью Менелика. «Вот как? Им надо бы просить у вас помощи. Вы ее построите быстрее. А то мне кажется, что они ее никогда не построят». Негус, наверное, догадавшись о том, как мучается Власов в своем мундире, остановил поток вопросов и позволил послу удалиться в лагерь, который специально для миссии разбили на окраины столицы. Власов никак не мог заснуть. Напряжение не покидало ее. В ушах все звучали барабаны и гимн, который исполнял придворный оркестр. Хотя звуки эти давным-давно умолкли, за палаткой же слышалось лишь завывание ветра до шуршания шагов часовых по сухой земле. Периметр лагеря патрулировали абиссинские воины из гвардии Негуса. Они двигались легко, как хищники. Видимо, часть способностей тех зверей и шкуры, которых воины носили на китке, пришла и к ним. И он слышал о таком поверье. Но от кого здесь, в центре владения Менлика, надо было охранять русских? Ворочаясь в кровати, Власов все вспоминал, как Негус радовался тем нехитрым подарком, который привезла ему миссия. Поделки, выполненные в разных губерниях империи, глиняные и раскрашенные игрушки, деревянные резные статуэтки, медведи, кувшины с чеканкой, шерстяные ковры. И они были так не похожи друг на друга. Но именно они показывали, как огромна Российская империя и сколько разных народов в ней живет. Негус не отказал себе в удовольствии рассмотреть в подробностях каждый из подарков. Подолгу вертел в руках, не в силах оторваться. — Вы привезли мне всю Россию? — спросил восторженно Негус. — Я был бы рад это сделать, но сие невозможно, — развел руками Власов. — Она огромна. — Путь в этом надобность, он привез бы и шубы из сибирских соболей для Негуса и его супруги. Но в них здесь было слишком жарко, да и абиссинцы носили шкуры лишь тех животных, которых убили собственноручно. Пожалуй, с оболиным шубом была бы уготована судьба истлеть в сундуках где-нибудь на задворках дворца. Не станет же Негус развешивать их на стенах, как шкуры львов и тигров. Французский представитель, перед тем, как аудиенция закончилась, шепнул Власову, что никогда прежде абиссинцы не устраивали никому из европейцев подобного приема. В его голосе просто пила обида. Французы были в Африке уже не первое десятилетие, но за все это время им не удалось добиться такого результата, как его достигли русские лишь одним своим появлением. Ничего странного тут не было. Французы искали выгоду в африканских территориях, а русские таких целей не преследовали. Совершенно бескорыстно прислали в абиссинью отряд Красного Креста, когда шла война с итальянцами. И этот отряд тут так и остался, основав в Адис-Абебе больницу, в которую, как поговаривали, выстраивались огромные очереди. Среди абиссинцев прошел слух, что русские волшебники не могут поднять на ноги даже мертво. Однажды будто бы и вправду принесли в больницу носилки с мертвецом. Родственники просили русских врачей вернуть в их жизнь. «Надо завтра же утром посетить больницу», — подумал Власов. Он улыбнулся своим мыслям. Но наутро к Власову пришел Булатович. Не приди он, посол сам бы пустил сны в поиски. Они сидели в посольской палатке и пили ароматный кофе, который принес один из приставленных к миссии абиссинских слуг. Будь это в Персии, Власов не стал бы давать волю словам в присутствии слуги. Тот вполне мог оказаться шпион. Но здесь он убедился в искренности чувства абиссинцев. Ягус сказал Власову, что видит европейцев насквозь, без труда заглядывая их мысли. А там лишь одно — как бы прибрать к рукам его владения. И только у русских таких мыслей нет. Он посетовал, что далеко не все его командиры умеют обращаться с картами, не знают европейских названий тех или иных мест. И дай бог опять случится тот же обман, когда абиссинья подписывала мирное соглашение с Италией. — Я надеюсь на вашу помощь, — сказал Негус Власов. — Сделаю все, что в моих силах, — ответил посол. Негус говорил послу, что между абиссинцами и русскими есть некая общность. И речь шла не только о том, что оба народа православные христиане. Вовсе не об этом. Если другие страны, подчиняя себе чужие земли, либо полностью искреняли туземцев, как случилось в Южной и Северной Америке, либо превращали их в рабов, как это происходило повсеместно в Африке, то абиссинья и Россия, постепенно расширяясь, сохраняли самобытность всех племен, народов и народностей, которые входили в ее состав. Они становились единым целым, равными среди равных. — Все, что завоевано мечом, когда-нибудь да будет потеряно, — сказал Ненилик, — а все, что получено добровольно, останется. Негус, не зная того, почти слово в слово повторил то, что по преданию говорил Александр Невский, разбив рыцарей Тевтонского ордена в ледовом побоище. За ночь Власов отдохнул и чувствовал себя гораздо лучше, чем накануне. А вот Болотовичу слова давались с трудом. Было видно, что он никак не может отойти от долгого перехода. Власову приходилось буквально выуживать у него подробности путешествия. Нехотя, тот начал рассказывать, что вымочил ревматизм в ногах. Болезнь эта особенно давала себя знать на горных перевалах. Она была такой сильной, что случались дни, когда без чужой помощи Болотович не мог сесть в седло. Но его верные голосы выходили из строя, один с другим. Они буквально вываливались и седел от усталости, а потому что не могли подняться и валялись на земле. Болотович был вынужден оставить на дороге половину своих людей, отправив их обратно в Агисадебу. В результате границ с империей Дервишей он достиг сильно поредевшим отрядом. — Али, железный, — сказал он в задумчивости. Этот переход никак не повлиял на его состояние. Надеюсь, что он же добрался до дурмана. Махдист любит украшать ворота этого города отрубленными головами своих врагов. Но я и сам поверил, что Али — Махдист. Он — часть плана. Что еще должно произойти? — Я должен дать команду перегрузить оружие, которое мы везли на «Ласточке», на другой корабль. А тот должен доставить оружие побережью в районе Суакина. Там, надеюсь, будут ждать махдисты, которых приведет к этому месту Али. — Сложно. — Вы уже дали эту команду? — Я послал одного из казаков в Джебути. Он должен сообщить на корабль условный сигнал. Сам казак ничего не знает. — Хорошо, если и Негус об этой затее ничего не узнает. Ему не понравится, что русские снабжают оружием его врагов. Он должен понимать, что сейчас махдисты — это буфер, отделяющий его от британцев. Если британцы разобьют махдистов, то после этого они примутся за Абиссинью. Прежде они примутся за французов у истоков Белого Нила. Только потом за Абиссинью. — Негус хочет тоже достичь истоков Белого Нила. Занять его правый берег, пока тот никому еще не принадлежит. У Менелика в последнее время почти каждый день проходили совещания у и начальников. Объявлена частичная мобилизация. К истокам Белого Нила он отправил отряд Дадьязмача Тасамы. С ним пошла французская экспедиция, которая также намеревалась добраться до Белого Нила, потом перейти на левый берег и водрузить там французский флаг. По соглашению между Абиссинией, Британией и Францией правый берег достанется абиссинцам, а левый — тем, кто до него дойдет первым. Старатели в Южной Африке также хотят быстрее застолбить участок, потенциально богатый алмазами и золотом. К Белому Нилу идет Маршан из Конго, Макдональд из Уганды, Китченер из Каира, Боншан из Адисабеба. Вот будет неразбериха, если все они встретятся в одной точке и начнут выяснять, кто первым удрузил знамя на левом берегу Белого Нила. Планировалось, что Тасама станет губернатором присоединенных на юго-западе земель. Но вот уже несколько недель от этого отряда нет вестей. Это очень беспокоит Негуса. Он не знает, что могло случиться с отрядом. Возможно, тот разбит местными племенами, но об этом тоже нет никаких сведений, — пояснил Болотович ситуацию. — Я заметил, что его что-то мучает, — сказал Ласов. Наш визит отвлек его от этих мыслей. Мы как-то можем ему помочь? — Да. Он верит, что русские приносят ему удачу. Поэтому он предложил мне сопровождать отряд Тасамы. Но я не смог, потому что должен был встретить вас и сопровождать границы Мали. Власову показал, что в словах Болотовича был упрек. Он почувствовал свою вину в том, что от дядь Змаача Тасаму нет никаких вестей. Он пошлет к истокам белого ванила новый отряд. Уже назначен его командир. — Это раз Вальде Георгис, — Болотович замолчал, но фраза была недосказана. — Вы пойдете с ним? — Если смогу. — Я тоже пошел бы с этим отрядом, — сказал Власов. — Хоть так бы я смог отблагодарить Негус за его гостеприимство. Но я не могу покидать столицу. Этими словами посол разрешил Болотовичу сопровождать Абистинскую армию. Я прикован к миссии, как каторжник на галерии к своему веслу. — Конечно, — кинул Болотович. — Когда он собирается послать к белому нилу свою армию? — Как можно быстрее. Он опасается, что британцы разобьют махдистов. Корпус китченера дойдет до белого нила, а там его встретит лишь экспедиционный отряд капитана Маршана. Негус уверяет, что тогда британцы захватят и левый берег, и правый. — Знаете, я заметил, что Негус отлично разбирается в мировой политике. — Французы не афишировали экспедицию Маршана, но о ее целях знают абсолютно все. Неужели Негус хочет стать армией на правом берегу Белого Нила и в том случае, если между французами и британцами начнутся боевые действия, прийти на помощь французам? — Не совсем. — Он точно не хочет пускать британцев на правый берег. Но, возможно, он поддержит французов, если выяснится, что первыми до левого берега дошли они, а британцы хотят их оттуда прогнать. Мне стоило больших трудов уговорить его сделать это. Все-таки я тоже имел некоторые инструкции от нашего общего руководства. Общий руководитель у них был один, император Николай II. Гласов понимал, что речь идет о большой войне, потому что, согласно договору о сотрудничестве, Россия должна будет поддержать Францию. Поддерживая французов, абиссинцы поддерживают Россию. — Большая война. Он догадывался о том, что события примут именно такой оборот. Но как дипломат все-таки был призван решать проблемы мирным путем. Вместе с тем он понимал, что когда-нибудь большая игра, которую вели Россия и Британия на протяжении почти всего уходящего века, вновь перерастет войну. Сейчас ситуация была куда более благоприятнее России, чем в пору Крымской Балканской кампании. Чтобы Франция была непоколебима в решении оставить собой право распоряжаться истоками Белого Нила, рядом должна стоять союзническая армия. Абиссинцы должны были как можно быстрее дойти до правого берега. — Я уверен, что некус еще посвятит вас в свои планы, — сказал Блатович. Вчера он не хотел этого говорить. Сегодня вечером он вновь пригласит вас в свой дворец. Тогда ведьмы и расскажут обо всем. — Хорошо, что это не будет для меня неожиданностью. — Я успею все обдумать. — Полагаю, что командир моего конвоя не сможет усидеть в Адисадебе, узнав, какие события грядут. А то же попросится в армию Негуса, — сказал Бласов. — Конечно, это будет нарушением нашего пока еще нейтралитета с Британией. — Не отговаривайте его, если он так решит, — сказал Блатович. Я слышал о том, как Артамонов ездил в султанат Рейхаты. — Хорошо, — сказал Бласов. — Нам остается все же надеяться, что магдисты с помощью нашего оружия разобьют британцев под Ом-Дурманом. Перед шалашом, в котором расположилась больница, толпились солдаты. Поначалу Бласов подумал, что случилось что-то скверное с кем-то из военачальников, но, заметив, что здесь сложный гвардейца Менелика, испугался, что худое произошло с Негусом, и ускорил шаг. Сердце его заколотилось. Появились нехорошие мысли о том, что если Негус, не дай бог, умрет, то не факт, что его наследник будет искать столь же тесной дружбы с Россией. — Британцы это, мастера интриг, могли подослать ко дворцу Негуса шпионов, который подсыпал в еду или питье Менелика траву. Бласов похолодел от этой догадки. Солдаты, завидев его, начали расступаться, давая ему дорогу. Глядывая своих лиц, Бласов не заметил ни тревоги, ни какой-то озабоченности за жизнь Негуса, а только любопытство, причин которого посол совсем не понимал. Вероятно, в эти секунды его лицо было куда как более тревожным, чем лица солдата. Могло создаться впечатление, что желудок его не совладал с угощениями, что подавались во дворце Негуса, и теперь Бласов явился просить помощи у своих соотечественников. Протиснувшись к операционному столу, который окружил несколько врачей, колдуя над распростертом телом, Бласов хотел посмотреть в лицо пациенту, но совсем близко к операционному столу подойти ему не удалось, а лицо закрывала одна из сестер милосердия. Он весь и извелся в своих предположениях. И вдруг взгляд его коснулся руки пациента, крепкой и мускулистой, с гладкой кожей, которую еще не начал подсушивать время. Эта рука принадлежала человеку, которому не более двадцати лет, а значит, на операционном столе лежал не Негус. Тогда что делали возле больницы эти воины? Они ведь должны сопровождать Негуса. Бласов поднял взгляд от операционного стола. Секунду он смотрел на чуть полноватого человека, лет пятидесяти, единственный из врачей, кожа которого была черной. Тот держал в руках скальпель и готовился по команде главного хирурга сделать надрез. Почувствовав, что на него пялится, человек оторвался от своих дел, коротко взглянул на окружающих, увидел, что его буравит взглядом русский посол, подмигнул, а потом последовала команда главного врача, и этот человек опытной рукой провел скальпелем по коже пациента, делая аккуратный надрез. Брызнула кровь, которую тут же начал вытирать салфетками сестра милосердия. В ответ Власов не стал бы мигать Негусу, а это именно он, облаченный в белый халат, стоял над операционным столом. А посла вдруг поразил нервный тик, и глаз его сам собой заморгал. Не хотел Власов, чтобы Менелик увидел его таким, но тот, к счастью, по сторонам больше не глядел, сосредоточившись на ходе операции. Спустя несколько минут, покопавшись в ране, главный врач приказал сестре милосердия зашить рану, а сам посмотрел на Менелика и что-то сказал ему на Амхарском. Слов Власов не расслышал, но это было явно похвала. Менелик коротко ответил. Пусть его и Негус, и врач засмеялись. Смеха подхватили воины, находившиеся в шалаше. Смехом ответили им и те, кому места в шалаше не хватило, они были вынуждены оставаться на улице. Шутка они не расслышали, а может им уже передали ее. Власов тоже улыбнулся. Ему было интересно, кого же помогал оперировать Менелик. Вряд ли кого-то из своих родственников. Скорее простого воина рука дрогнет не страшно, не велика потери. Да за Негуса любой из его воинов жизнь не задумываясь отдаст. Менелик вполне может совершенствовать мастерство у себя во дворце над кем-нибудь из добровольцев. Если операция пойдет плохо, всегда можно отвезти воина в русскую больницу. Но нет ни таков Менелик, чтобы своими воинами рисковать попусту. Главного врача Власов смог расспросить, только когда Негус ушел, забрав с собой большую часть своей гвардии. Несколько их солдат он оставил. Они днем и ночью, сменяя друг друга, находились возле больницы. Болезные приходили к шалашу из всех уголков страны. Порой шли в Адисабебу по несколько недель, чтобы их русские врачи осмотрели. Они несли с собой припасы, как для дальнего похода, потом ждали своей очереди, расположившись где-то поблизости от больницы на склонах холмов. Здесь всегда было много людей. Воины Менелика следили за порядком, чтобы никто не шумел, не мешал русским волшебникам, и уж тем более никто не думал пробраться в шалаш раньше своей очереди. Впрочем, главврач, бегло осматривая больных, сам распоряжался, кому помощь его не опойму прямо сейчас, а кто может немного подождать. «Не гус, если ему время позволяет, всегда на операцию приходит», рассказывал главный врач Власов за чашкой кофе. Они сидели в плетеных креслах перед шалашом. Сложных операций, которые надо было проводить обязательно главному врачу, пока что не предвиделось, и он мог немного отдохнуть. «Этот уж третий год. Сперва Негус только посмотреть приходил. Потом книги попросил по медицине. У меня-то их немного. С собой лучше медикаменты везти, чем книги. Не знал же я, что кого-то хирургическому делу обучать придется. Ведь мог бы и задуматься над этим. Книги-то у меня на русском в основном. Негус их с переводчиком изучает. К слову, ни один Менелик обучаться готов. Многие. Они же видят, что современная медицина гораздо эффективнее, чем все заклинания колдунов. Негус же давно у меня ассистирует. Уже больше года. На мой взгляд, еще не готов сам операции проводить. Есть только самые простейшие. Он это видит, говорит, что никогда его руки не будут такими же ловками, как у меня. Золотую звезду Соломона вручил мне после Адвии. Там работы у нас было много. Власов с удовольствием расспросил врача о сражении под Адуи. Потом о том, кого помогал оперировать Менелик. Оказалось, у одного из канья-змачи вырезали аппендицит. Теперь канья-змач от наверняка фетоурарии станет, предположил главврач. То есть, благодаря операции у него появились перспективы получить повышение из полковников генерал-майора. Это потому, что его Негус оперировал? Да, по местным законам это практически кровное родство. Повезло парню. Да за такое повышение наверное любой в армии Менелика готов под нож Негуса лечь. Уверен, что желающих сыщется множество. Но везет немногим, только тем, кто по-настоящему заболел. В случае обмана, если кто-то симулировать станет, Негус может и вовсе разжаловать. И тем же вечером Власов вновь попал во дворец к Негусу. Менелика сказал русскому послу, что тот может приходить сюда в любое время, дня и ночи, по любому вопросу, да и не обязательно по какому-то вопросу. Если Власов просто захочет посидеть в обществе Негуса, тот будет этому только рад. Власов предположил, что это самому Негусу нравится общество русских. И обстановка в зале теперь была менее торжественной, чем накануне. Всего-то несколько десятков воинов. Негус рассказывал Власову о соглашениях, которые Абиссиния заключила с Британией и Францией, о территориальных разделениях, на что Негус мог рассчитывать на юге, востоке и западе. Власов знал о них, никакой тайной они для русских не являлись, но не прерывал Негус. Мои западные владения не определены. В договорах нет четких координат, за которые я могу заходить. Просто земли на западе не исследованы. Мы знаем, что там, где лежит страна Моча, куда пошел Дедьязмач Тасама и исчез. А что за ней знает только создатель? Британцы, подписывая с нами соглашение, всерьез нас не воспринимали. Во-первых, они полагали, что мы не решимся идти далеко на запад. Во-вторых, думали, что сумеют быстро разделаться с магдистами, но у них не вышло. Генерал Гордон поплатился за это жизнью. А теперь нам надо быстрее застолбить, пока еще не принадлежащие ни французам, ни британцам земли. Еще год и будет поздно. Власов, слушая Негуса, знал, к чему тот ведет. Сейчас предложил принять участие в этой экспедиции. Власову приходилось действовать на свой страх и риск, потому что, отправив он запрос в Санкт-Петербург, требуя инструкций, пройдет не менее четырех месяцев, прежде чем они придут. А то и дольше ждать придется. Так к тому времени ситуация уж и изменится. Инструкции устареют, и надо будет просить новых, которые опять придется ждать несколько месяцев. А когда они придут, тоже устареют. Полагаясь на указание столицы, Власов будет обречен сидеть без дела. Постепенно доверие к нему негуса будет падать, а одновременно испортится и все впечатление русских. Такого Власов допустить не мог. Начальник моего конвоя хотел бы принять участие в этой экспедиции, сказал Власов. Он опытный топограф, исследовал Персию и Среднюю Азию. Он уже успел поговорить с этим Артамоновым. И тот не просто согласился, а буквально загорелся этой идеей. Конечно, участие русского офицера в военной экспедиции к истокам Белого Нила выходило за рамки договоренности из Франции и из Британии. Но ведь русские не просили разрешения у этих стран, когда помогали Абиссинии в войне с Италией. И сейчас тоже не стоило ставить их в известность. Формально Артамонов будет приписан к экспедиции не как военный, а как географ, который должен составить карты пока еще не исследованных мест и заниматься жизнеописанием туземных племен. Никто не сможет его ни в чем упрекнуть. Да и британцы с французами при случае воспользовались бы такой возможностью. Очень хорошо закивал Негус. Мне как раз очень нужны карты этих земель. Кань и Азмач, Артамонов их мне и составит. Никто лучше него, думаю, этого не сделает. Так ведь даже Булатович лучше не сможет. Думаю, да, сказал Власов. Он видел, что в глазах Менелика тот имеет непререкаемый авторитет. Булатович и не топограф. Артамонов, узнав, что ему предстоит наконец-то заняться любимым делом, от удовольствия потирал руки. Казалось, что он уже сейчас готов схватить всякие буссоли, теодолиты и нивелиры, карандаш и бумагу и тут же приняться за составление карт. Да уж я не буду на картах рисовать всяких мифических существ или женщин, у которых рот между грудей находится. Так приговаривая, Артамонов намекал на работы географов прошлых времен, которые понятия не имели о том, что творится и кто обитает в неведомых пока землях. Отсутствие информации они восполняли фантазией. Но в последнее время мода на подобные произведения резко упала, и неисследованные земли теперь обозначали белыми пятнами, стыдливо, но честно подписывая их как неизвестная земля. На долю Артамонова выпала честь испещрить пометками по меньшей мере одно из таких белых пятен. После этого не стыдно и в русском географическом обществе выступить перед великим и грозным Семеновым-Кенчанским. Но Артамонов уже имел возможность предстать перед его очами с докладом после своего среднеазиатского путешествия. И председатель русского географического общества остался весьма довольного выступления. Власов разрешил Артамонову взять с собой пять выбранных по его усмотрению казаков из конвоя. Миссию в Одиссабебе охраняли гвардейцы Негуса. Полковник вызвал к себе казаков и начал, рассказывая перед строем живописать о том путешествии, которое кому-то из них предстоит совершить. Перед экспедицией еще в Санкт-Петербурге всех участников миссии ознакомили с инструкцией, подготовленной русским географическим обществом, где содержались полезные советы тем, кто отправляется в дальние неизвестные края. Предполагалось, что путешественники обязательно столкнутся там с недостатком пищи, надо будет переходить на подножный корм. «Одно дело, если земля богата живностью, но совсем другое, если они бедны, эти земли, как среднеазиатские пустыни». В инструкции говорилось, что кузнечики очень питательны, особенно если их пожарить на сковородке в жире, предварительно оторвав у насекомых крылья и ножки, а ящерицы так вовсе деликатес, ничем не отличимый от нежной курятины». Вертимонов решил вновь зачитать эту инструкцию казакам, чтобы освежить их память, и получал от этого удовольствие, как учитель, втолковывающий в головы нерадивых студентов необходимые для жизни знания. «Ай-яй, ящерицу есть, фу», говорили казаки, слушая своего начальника. Судя по всему, содержание инструкции уже давно выветрилось из их голов, сейчас они получали для себя совершенно новые сведения. «Да кто ж поверит, что она как курятина?» «Попробуй, тогда узнаешь», отвечал Артемонов. «Поговори ищу меня тут, нужда заставит и не такое есть будешь». «А вы-то, Леонид Константинович, ящерицу пробовали?» «Пробовал и нашел ее очень вкусной». «Но это ведь как приготовить», соглашался кое-кто из казаков. «Вот ведь французы не по нужде, а для удовольствия лягушек кушают. И ничего, нравится им даже, зоби щеки уплетают». «Станишники видели ведь в жебуде?» «Видели, вторили казаки». «В случае жажды во рту можно держать пулю или гладкий камень. Помогает, на себе испробовал». «Утолять жажду и одновременно голод можно кровью животных». «Видя, как кривятся от всех этих сведений казаки», Артемонов не стал рассказывать о том, что бывали случаи, когда, доведенные буквально до помешательства от голода и жажды люди начинали есть мясо своих спутников и пить человеческую кровь. Помимо этого, в инструкции сообщалось, что в неведомых землях может водиться всякая гадость вроде ядовитых змей и скропионов, что для Средней Азии, где в основном и проходили экспедиции, организованные русским географическим обществом, было очень актуально. Правда, все путешественники, наряду с картографическими исследованиями, совмещали еще и функции шпионов, но об этом была составлена специальная, особо секретная инструкция, которую запоминали, а не возили с собой в виде брошюрки. Среднеазиатский отдел географического общества превратился в настоящее отделение разведслужбы. В тех же наставлениях, которые читал Артемонов, содержались советы, что надо делать при укусе какой-нибудь ядовитой твари. На первых порах проникновение яда неглубоко. Надо высосать из рана как можно больше крови. Ни в коем случае не глотать ее. Артемонов обвел взглядом слушателей, а выплюнуть, затем прижечь ранку. Для этого подойдет порох или какой-нибудь железный предмет, нагретый до белого колени, ну, например, шомпол, нож или сабля. Последний предмет Артемонов добавил от себя, ведь сабли имелись у всех казаков. Достаточно действия яда вызывает сонливость, но укушенный ни под каким видом не должен спать. Кровоточащие раны, полученные от стрелы, возможно, отравленные, надо лечить расплавным жиром, соливая его в раны. Подобные инструкции могло быть у пыточных дел мастеров, подумал. Если яд получен вместе с пищей, то необходимо как можно быстрее вызвать рвоту и опорожнить желудок, пока яд не проник в кровь. Рвоту можно вызвать обмылком или порохом. Земли, что лежали к западу от абиссинских владений, были неизучены. Какие племена там обитают, чем они живут, не то, что полковник никто не знал. Поэтому Артамонов, рассказывая о том, куда направляется отряд, дал волю своей фантазии. Он вспоминал о событиях, происходивших в приключенческих романах, говорил о кровожадных туземцах, которые выпивают у пленных кровь, съедают сердце, а головами украшают свои хижины. Знал бы он, что часть его фантазии окажется правдой, наверное, не стал бы фантазировать. Полковник говорил об огромных змеях, которые могут живьем заглотать человека, непроходимых зарослях, с ядовитыми колючками, и много еще о чем. Потом, подумав, что все робкие, сомневающиеся, уже испугались от его рассказов до смерти, посмотрел на казаков и попросил тех, кто готов отправиться с ним в путь, сделать шаг вперед. Но его рассказы возимели обратный результат. Он-то страх хотел нагнать на казаков, а вместо этого в головы их ударил ветер странствий. Каждый из них был готов рискнуть. Чай бог не выдаст. В живых останешься, и все пройдешь, а то потом в родной странице такое можешь рассказывать, что человек вовсе никогда не слышал. Накануне ночью, прознав о готовящейся экспедиции, казаки этот вопрос уже обсудили. Да, конечно, опасности ждали их большие, но ведь они служили во славу царя-батюшки и земли родной. Что бы ни встретилось, какая бы страхолюдина дорогу не прекратила, перед каким бы выбором они ни стояли, пасывать было никак нельзя. Один раз слабину дашь, потом тебе припомнят и детишек твоих помогать этим будут. Да и Артамонов, когда про страсти всякие говорил, оплошал и такие перспективы им обрисовал, что дух захватывал. Дескать, кто с ним пойдет, первыми из европейцев напоят своих коней в водах белого нила. А такое обещание коней своих напоить в неведомой земле, самое завлекательное приманка. Их прадеды так мечтали в ганге своих коней напоить. Пусть говорят, что вода там грязная и мертвецов в реке это и хоронят. Но несколько тысяч донских казаков двинулось к Индии под командованием атамана Платова. Кабы императора Павла не убили британские заговорщики, может, и вышла бы у них эта затея. Положим, Артамонов, когда про коней заговорил, не совсем прав был, потому что здесь больше ценились мулы. Даже негус на всяких торжествах появлялся, восседая верхом на муле. Казакам они полагались вместо коней. Но суть и дела это все равно не меняло. Мула ли, коня ли напоить, какая разница? А что, служивые, кто коня своего в белом ниле напоить хочет? Спросили они тогда друг друга накануне вечером и рассмеялись. В общем, когда Артамонов спросил про добровольцев, все без исключения казаки шагнули вперед. Молодцы, прокомментировал Артамонов, подкручивая ус. Я вас не ошибся. Я могу взять только пятерых, поэтому, чтобы никого не обидеть, не остается ничего другого, как жребий тянуть. Пусть судьба все решит, не будем время тянуть. Тут же наломали тонких палочек, пять сделали длиннее остальных. Конвой таял на глазах, троих отправили в султанат Рейхат, пятеро уходили в неведомые земли, что граничит на юго-западе с владениями Негуса. В Одесса-Бябе осталось всего двенадцать казаков. Кто знает, может, и им поручат, что помимо охраны посольской миссии. Сделав палочки, казаки на миг замешкались. Артамонов понял причину. Казаку, который палочки будет держать, придется испытывать судьбу последним. Те длинные палочки могут выудить гораздо раньше, чем до него очередь дойдет. «Служивые, давайте я буду жребия держать, а уж вы хватайте палочки, как с духом соберетесь», предложил полковник. Он отобрал у казаков палочки, осмотрел их потом, отвернулся, перемешал и проверил, чтобы торчащие кончики были у всех палочек одинаковыми. «Ну, кто тот самый смелый?» спросил накидывая взглядом казаков. «Эх, была не была». Казак фамилии Могутин на землю, но в последний миг передумал и зажал ее в громадное ручище. Рука его чуть дрожала, когда вытягивал палочку. Он даже глаза зажмурил. «Пусть уж силы небесные за него все решат». Пальцы нащупали одну из палочек, начали вытягивать. Артемнов чуть ослабил свою хватку, чтобы казак невольно помимо своей не вытащил и то, что предназначалось кому-то как позади него кто-то из друзей сказал «Эх, повезла тебе!» «Правильно, молодец! Храбрость города берет!» «Не трусь, ребята!» засмеялся Артемонов, довольный, что первый же казак вытянул счастливую палочку. «Ох, счастливой она будет!» «Только мы где на тебя продуктов-то наберем, а, Могутин?» И казаки понимающе смеялись. «Да уж гораздо он за обе щеке заложить!» Тем временем счастливчик уставился на палочку, которую все еще держал в вытянутой руке зажав двумя пальцами. «Взял бы я вместо тебя кого-нибудь, кто не так прожорлив!» покачал головой Артемонов. «Но кое-так судьба распорядилась тебе идти!» «Я не буду много есть!» заверил Могутин, опасаясь, что его могут и не взять в поход. «Тебе придется много есть!» «Я тебя за язык не тянул!» усмехнул сполковник. По опыту Артемонов знал, что лучше всего тяготы переносят люди маленького роста, сухенькие, про которых говорят, что у них едва в теле душа теплится, а про Могутина всегда совсем иначе говорили, что у него касаясь сажи в плечах. Всякие развлечения, такие, как согнуть толстый гвоздь или разогнуть подкову, он считал детскими забавами. Когда его просили продемонстрировать нечто подобное, только рукой махал детский «Отстаньте от меня своими глупостями!» На Могутина больше никто внимания не обращал. Казаки галдели, вытягивая одну с другой палочки из рук Артемонова. Кто-то грустно отходил в сторону, кто-то начинал хлопать себя по груди и по ногам, пускай из-впляс присядку. Гвардейцы Негуса, которых представили охранять миссию, наблюдая за происходящим, переговаривались между собой, делая предположение, чем же это русские занимаются. Вообще поведение русских им очень нравилось, особенно их танцы и песни. Они были открытыми, незаносчивыми, как другие европейцы. Но это было вовсе не проявление слабости, а наоборот проявление силы. Гвардейцы чувствовали некую общность с казаками. Слов друг друга не понимали, но все равно произносили их порой по нескольку раз, и удивительно собеседник начинал улавливать смысл сказанного. Первый же день они узнали, как зовут казаков. Прежде белые им все казались на одно лицо, но теперь, пообщавшись с казаками, гвардейцы Негуса понимали, что лица русских совершенно разные. Ну что ж, «Кому досталась короткая палочка, не печальтесь, и на ваш век приключений хватит», подытожил полковник, когда длинных палочек в его руках больше не осталось. «Чай, мы отсюда не уходим в ближайшее время. Россия крепко в Африке встать собирается. Пока отдыхайте, поход наш не сегодня и не завтра начнется. Обессинцы своих воинов еще не всех собрали. Будем ждать. Когда они соберутся, тогда и пойдем». В результате длинные палочки вытянули Могутин, Любавин, Щедров, Архипов и Терешкин. Как только Артамонов ушел, казаки начали живо обсуждать итоги жеби. Понимали ведь, что они на прогулку отправляются. Сколько экспедиций сгинуло в африканских дебрях и несчесть, и никто не знает, что же с ними стряслось. Гвардейцы обступили казаков, начали любопытствовать, чем те только что занимались, что за ритуал такой по вытягиванию палочек. «Поручать вашего Тасаму идем», сказал им Любавин. Абиссинцы поняли только одно слово. «Тасама?» «Да, да», кивал казак, «Тасама?» «Мы?» Он по очереди ткнул пальцем себе в грудь, потом еще четырем казакам, которым достались длинные палочки. «Идем туда!» Казак махнул рукой куда-то на юго-запад. «Кто сами?» «О-о-о!» восторженно выдохнули абиссинцы. И они наконец-то догадались, о чем речь и поняли, что делали казаки. Выходило, что все русские без исключения хотели идти на выручку, где диазмачу тасами. Но это было невозможно, потому что часть из них должна остаться вместе. Они тянули жребий, кому выпадет счастье рискнуть своей жизнью. Для абиссинцев это стало настоящим откровением. Они секунду молчали, пораженные, смотрели на казаков с восторгом, потом склонили головы перед ними, а после этого дали волю чувствам. Дядя Азмач тасам окричали они. Кто-то из гвардейцев бил себя в грудь и тоже показывал на юго-запад. Ты тоже к тасаме пойдешь, спрашивал Любавин. Значит, вместе пойдем. Тем же вечером гвардейцы, сменившие с поста, принесли казакам несколько глиняных кувшинов с разными напитками, жирного барана, кур, яйца, лепешки. Они разожгли костры и начали жарить мясо. Что это у нас, спрашивал казак, заглядывая в один из кувшинов. По запаху вроде квас, тала, говорил обесинец. Эка, квас у них значит талом зовется. А это что такое, продолжал он, заглядывая в следующий кувшин. По запаху на медовуху похоже. Тэдж, проговорил обесинец. Вот как. Да они тут пьют то же, что и мы, квас до медовуху. А вот посмотрим, забористый ваш тэдж или нет, приговаривал казак. Тэдж оказался забористым. Очень скоро от костров, вокруг которых расселись гвардейцы и казаки, послышался звук флейт и там-тамов. Не зная устали, захмелевшие обесинцы горланили воинственные песни. Казаки пытались им вторить, да еще учили обесинцев исполнять на там-тамах и флейтах русские мелодии и затягивали на разные голоса что-нибудь вроде «Казаки, казаки, едут, едут по Парижу наши казаки». Обесинцы пытались сыграть на своих инструментах нужную мелодию. Получало забавно. Музыка всех устраивала. Через несколько минут чудовищно коверкая русские слова обесинцы тоже подхватили «Казаки, казаки, едут, едут по Парижу наши казаки». Все быстро передружились и после нескольких совместно опорожненных чарок Теджа пришли к выводу, что русский обесинец братья навек. В вольном переводе это звучало как «Москову Абсен Вандын». Веселье затянулось до ночи, мешая спать остальным обитателям лагеря. «Леонид Константинович, уж поумерьте пыл своих подчиненных», попросил Власов, вызвав к себе в палатку Артамонова. «Послу остыть чертела слушать песню про казаков. Налаживание контактов с местным населением, конечно, дело хорошее, но не ущерб же покою остальных. Прошу прощения, Петр Михайлович, пойду разберусь с хулиганами». Минут через пять там-там и поутихли, голоса смокли. Артамонов, правда, в палатку вернулся только через пару часов, когда вся честная компания начала наконец-то расходиться. Держался он прямо, не пошатывался, хотя местные медовухи тоже отведал. Но возможности свои знал и не усердствовал. А вот некоторые казаки, дорвавшие из до Хмельнова, голову совсем потеряли и в палатки свои возвратились в изрядном подпитии. Глава шестая все время по притории двигались бурские ополченцы. Это походило на огромный полноводный поток, спустившийся с гор, который принес воду растаявших льдов. Потоку едва хватало места. Лошади едва не выходили на тротуары, где теснились и горожане. Мужчин среди них почти не осталось. Те, кто не вступил в ополчение, прятались по домам. Стыдно, наверное, было, что они не взяли в руки ружья. Вытащена улица и спросит, а ты почему остался дома? Возле домов стояли только женщины, дети и совсем немощные старики, опиравшиеся на тросточки. В городе еще оставалось множество аутлендеров. Но они-то за бурские республики кровь свою проливать совсем не торопились. Даже известие о том, что всем, кто будет защищать свободу трансвалии оранжевой, после окончания войны дадут гражданству республик и предоставят возможность участвовать в избирательных кампаниях, не заставили взяться за оружие. Хуже то, что среди них наверняка было множество шпионов. И те, кто вытащит из сарая ружье и ударит буром в спину, когда все полченцы увязнут в сражениях на юге. Оставлять такую опасность в тылу было неразумно. Списки неблагонадежных и подозрительных личностей подготовили заранее. Как только объявили о начале военных действий, все, кто в этих списках состоял, постарались арестовать. Большую часть из них от греха подальше высылали за пределы республик, благо железнодорожное сообщение еще работало. И пассажирские поезда в капскую колонию пропускались без препятствия. Оставшихся посадили в тюрьмы. Но тюрьмы на такое количество квартирантов не рассчитывались. В камере, где до войны, дай бог, обитало двое арестованных, теперь в жуткой тесноте томилось не менее пяти-шести арестантов. Так недалеко было до эпидемии. Банковские счета всех аутлендеров на период военных действий заморозили. Бурые ехали на удивление спокойно, точно собирались на трудную работу. Так шахтеры идут на рудник или рабочие на завод. Когда провожают армию в поход, то играют оркестры, устраиваются демонстрации, в которых обычно участвуют те, кто на войну идти не хочет. Женщины бросали под ноги солдат цветы, целовали их губы, кричали названия мест, в которых будут солдаты, если смерть не заберет их прежде. Но почему-то на улицах было тихо, и никто не кричал Наталья, Десми, Дурман, вообще разговоров почти не было, ведь все понимали, что ожидает впереди этих людей. Рохлин сумел-таки сколотить небольшой отряд из соотечественников и настоял на том, что ему пора отправляться в сторону Дурмана. От него отмахнулись, как от назойливой мухи, и разрешили ехать, все равно ведь покоя не даст и будет приходить каждый день, пока не отпустят его. Отряд снабдили всем необходимым, оружием, лошадьми, вяленым мясом на пару дней и даже такими полезными в хозяйстве предметами, как жестяные миски и ложки. Напоследок выдали всем желающим бурские шляпы с загнутым вверх правым краем. Рохлин не стал отказываться от такого подарка. Приехав в Южную Африку, русские думали, что будут здесь первыми волонтерами, а оказалось, что задолго до них сюда приехали французы и немцы, которые, видимо, тоже напросились на прием к Крюгеру и рассказывали ему о своих планах ведения войны в Наталии Капской колонии. Савицкий был вынужден остаться в притворье и ждать других добровольцев из России, если таковые вообще появятся. Крюгер вовсе не захотел с ними разговаривать, сказав, что у него и без русских добровольцев дел по горло. Кто из них, Рохлин или Савицкий, отправится в Леди Смит во главе отряда и мы абсолютно безразличны. Пусть сами выбирают. Решил все жребий. Друзья бросили монетку серебряный трансфальский Крюгер Рант, поставив кто на реверс, кто на аверс. Савицкому не повезло, а он так надеялся, что монетка упадет вверх профилем поля Крюгера. Я буду писать тебе письма, успокаивал Рохлин, грустного Савицкого. В них буду сообщать обо всех событиях. Спасибо, говорил Савицкий. Думаю, что обо всех событиях я буду узнавать раньше из газет. Не унывай, не раскисай. Через месяц, думаю, до тебя очередь дойдет. К тому времени мы просто обязаны Дурман взять, а ты сразу на Кейптаун двинешь. Собрались быстро, в отряде царило возбуждение. Рохлин, покачиваясь в седле, ловил на себе взгляды горожан. Эти взгляды обжигали. Внешне Рохлин отличался от буров. Весь его отряд выделялся среди темной массы буров, одетых в потрепанные домотканные костюмы, выцветшие, полинявшие и похожие из-за этого на форму цвета хаки. Вельди среди пожухлой травы и камней в горах их будет не различить. Поток шел на железнодорожный вокзал. Там буры грузились вагоны. На открытых платформах стояли пушки. Рохлин обратил внимание, что все они новейших французских и германских конструкций. То ли их только что привезли из Европы, то ли буры смогли получить патент на производство и построить завод у себя. У Германии было подписано торговое соглашение с Трансвальем. Британцы пока еще не перекрыли торговлю через Лоу-Ренсу-Маркиш. Германцы могли завалить Бурскую республику продукции заводов крупа, что располагались в Эссене. Как только заполнялся один поезд, деревянные настилы для лошадей убирали, и дежурный по станции отдавал команду начать движение. Провоз натужно сдвигал вагоны, колеса проскальзывали на рельсах, но все-таки тащили всю эту тяжесть, что удерживало их на месте, как чугунный шар, прикованный к ноге каторжника. Гремя сцепками, стуча колесами на стыках рельсов, обдавая всех, кто еще оставался на платформе горячим паром, точно дракон поезд отправлялся на юго-запад. Горам Дракенцберг. Неизвестно, почему они такое название? Может быть, потому что их хребты похожи на позвонки огромного животного, которое приземлилось здесь много-много тысяч лет назад, да так не смогло подняться вновь в небеса. Со временем скелет великана занесла земля, лишь на вершинах гор все еще различались очертания его позвонков, а череп давно рассыпался в труху. Платформа пустовала всего несколько минут, на нее тут же въезжал следующий поезд. Он ждал своего часа, пыхтя паром от нетерпения рядом со станцией, бурские железнодорожники канали к станции еще один, а следом еще один, чтобы отряды ни секунды не простаивали, чтобы они как можно быстрее добирались до Натали. Путешествие это назвать комфортным язык не поворачивается, и все из-за патологической любви буров к своим лошадям, без которых они и минуты одной не могли провести, будто кто-то их уведет. Спрашивается, что может быть проще, лошадей отправить в товарные вагоны, самим разместиться в пассажирских, пить чай и кофе, пока дорога не приведет тебя в Наталь. Но нет, пассажирских вагонов вовсе не было, только товарные, там в перемешку ехали люди с лошадьми, спали на соломе, брошенной на доске вагонов. Все это очень походило и запахом, и всем остальным на обычный хлев. Арестантов, наверное, на каторгу везли в лучших условиях. Избавиться от запахов было невозможно, даже отварив засовы, зато можно было наблюдать за окрестностями и только через щелки между досками. Пока что самыми трудными оказались бытовые проблемы, а справление нужды и вовсе стало настоящим опасным приключением. У Рухлина это путешествие вытрясло всю душу. Бока он отлежал, теперь они болели, будто его сильно избили. Хуже он себя почувствовал после того глупого пари, когда поспорил со своими однокурсниками по военной академии, что сумеет положить на лопатки профессионального борца на арене цирка. Молодой тогда он был и слишком самоуверенный, полагал, что приемов рукобашного боя, которым их обучали в академии, будет достаточно для победы. Борец уложил его на песок минут через пять схватки. Молодец, похвалил борец Рохлина, протягивая ему свою руку с пудовыми кулаками, потому что самостоятельно Рохлину никак не удавалось встать на ноги. У него все перед глазами мутилось от усталости. Он и не думал и не гадал, что можно за пять минут так смертельно устать. Я тебе совсем не поддавался. Обычно-то любого можно вложить первым же приемом, но приходится хитрить, а то публике будет неинтересно, если схватка продлится несколько секунд, а ты часть по части и сам эти пять минут выставил. Где ты так научился бороться? спросил Рохлин едва удерживая равновесие. Он абсолютно не обращал внимания на свист публики. Научи меня, я могу тебе заплатить. Хорошо, приходи завтра днем, учиться этому с детства надо, но посмотрим, что из тебя можно сотворить. Сокурсники сочувственно похлопывали Рохлино по плечам, утешали, одновременно смеясь над ним. Он сам смеялся над собой, и не обижался на шутки. Они были не злыми. Те, кто на него ставил, проиграли немного, у них просто не водил из больших денег, а чтобы заполучить больше, никто из них закладывать душу дьяволу не собирался. Зато спустя несколько месяцев равных ему в борцовских поединках даже среди курсантов старших курсов уже не было. Некоторая передышка появлялась, когда поезд останавливался на станциях. Тогда по вагонам разносили горячую похлебку и свежий хлеб, большая часть которого доставалась лошадям. Буры были готовы сами голодать, но самый вкусный кусок отдавали своим лошадям. Поезд ехал почти с той же скоростью, что и в мирные времена, около двадцати миль в час. Вдоль дороги курсировали конные разъезды. Буры опасались, что британцы отправят к ним в тыл разведчиков, и те подорвут железнодорожное полотно. Лагерь в пограничном Фольк-Крюсте, где Пиджубер собирал отряды из Ваккер-Строма, Крюгер-Сдорпа, Эрмелу и других районов и городов Трансвале уже свернули. От него почти ничего не осталось, только вытоптанные лошадьми земля. Рохлин смотрел на остатки лагеря, где еще несколько дней назад находилось двадцать тысяч всадников. Перед началом похода Жубер, проезжая перед рядами бурских всадников, мог по их одежде, по лицам определить, откуда они. — Приветствую братьев из Лейденбурга, кивал им Жубер. — Рад видеть вас. — Приветствуем тебя, наш командир, слышалось в ответ. В разговоре его вообще все назвали Папа Пит, как президента Крюгера называли Папа Поль, но во время смотра такое обращение считалось слишком фамильярным. Около семи тысяч оранжистов и полтыщи германцев под командованием Шиле, пробиваясь через горную гряду Дракенсберг, которая в народе имела недобрую славу, рассказывали, что будто бы там случаются всякие чудеса. Люди там исчезали, пропадали бесследно, и даже костей их не находили. Сколько раз в Вельде у костра рассказывали всякие ужасные истории об этих горах. Но бурые шли через эти неприветливые щели Тинтва Пас и Ван Рейен Пас без всякого страха. Им было легче, чем солдатам Суворова, которые прошли с боями через Альпы. Буром никто сопротивления не оказывал. Ни британцы, которые спешно отходили к Леге Смиту и не помышляли о поиграничных стычках, ни нечистые силы, что по слухам обитало в этих местах. Она даже попытки не сделала напустить морок на бурские отряды. Буры были настроены так воинственно, что снесли бы со своего пути любую преграду. Еще три тысячи буров, состоящие из ополченцев с Ваазиленда и Утрехта, шли на Леди Смит с востока, через позицию в Данди, через укрепление Гленко, где стояли четыре тысячи британцев. Этим ополченцам и предстояло одержать первую крупную победу над британцами. Рохлин и всадники с донесениями пожирали пространство быстрее, чем лучи британских гелиографов. «Что случилось?» спрашивал Рохлин. «Победа под Талана Хилл!» слышалось, откуда ты из темноты. «Мы показали этим красношей!» Рохлин знал уже о прозвище, которое приклеилось к британцам. Под палящим солнцем у них часто обгорали до красноты шеи. Пробковые шлемы защищали только голову. Буры засели на склонах Талана Хилл, потому что артиллеристам всегда удобнее стрелять по вершинам. Если ты лежишь в камнях на его внешнем склоне, оказывается, попасть в тебя не так-то легко. Выцветшая одежда буров сливалась с камнями и пылью, что делало ее еще более эффективной, чем форму цвета хаки у британцев. Буры спокойно ждали, пока британцы подойдут к холмам, выстроятся в плотные колонны и пойдут в атаку. Британцы привыкли воевать с армиями, не имевшими современного оружия. Лучшим в случае на вооружении у них были старые кремневые ружья, дальность стрельбы которых была не более сотни метров. Плотный огонь коре сметал любого противника, но в сражении с бурами эта тактика провела к убийственам для британцев последствия. Они на себе почувствовали то же, что чувствовали туземные армии, сражаясь с британцами. Шрапналь бурских пушек выкашивала в британских колоннах длинные коридоры, и ни одна бурская пуля не пропадала зря. Причем позиции буров невозможно было определить. Бездымный порох после выстрела не оставляет никаких следов. Склон выглядел пустынным. Какое-то время британские пехотинцы еще карабкались вверх, усеивая его своими телами, но до бурских позиций никто не добрался, а потом Горн подал команду отходить. Британцы были вынуждены отступить, сосредоточив все силы портлеги Смитом. Там их собралось не меньше двенадцать тысяч человек. Станция, где выгружались волонтеры, находилась всего в шести километрах от Талана Хилла. Холмы смутно виднелись в туманной дымке, которая почти стирала грань между землей и небесами. Станцию устроили до гениальности просто. Возле полотна насыпали земляной холм, укрепив его досками с той стороны, что примыкало к прибывающим поездам, а с другой он был пологим. Волонтеры выбирались из вагонов, не слезая с коней. Выгрузка проходила очень быстро. Всадники спускались с пологой платформы, собирались в отряды и направлялись в сторону бурского лагеря. Отряды медленно двинулись в сторону леди Смита. Урохлина захватила дух, когда ему открылся бурский лагерь. Повозки стояли в линию, тесно прижавшие друг дружки, образуя защитную стену. Повозки были огромными, будто их делали существа, которые раза в два выше людей. Это были настоящие дома на колесах, чтобы сдвинуть с места, в них впрягали по нескольку пар валов. До защитной стеной виднелось множество брезентовых палаток. Такой способ защиты поселенцы, продвигаясь на запад, использовали от набегов индейцев, да и буры его хорошо освоили. Отправившись в путь на север, когда британцы вытеснили их с побережья. Эти стены из повозок успешно защищали их от нападений кафров. Презентовые крыши повозок сплошь были усеяны заплатами. Они помнили стрелы Зулусов и Банту. Они дошли далеко на север, до границ с Бейчуанлендом, а вот теперь вернулись. На ближайшем холме стоялось десяток пушек, которые изредка извергали потоки пламени, выплевывая тяжелый снаряд. Воздух гудел, земля дрожала. Горят выстрелы, относила в сторону лагеря. Снаряд со свистом уносился в сторону леди кавалеристы, одетые в синюю форму и чем-то напоминающие американских кавалеристов, что гонялись за непокорными индейскими племенами, провожали его долгим взглядом. Руками они затыкали уши, а то давно уж оглохли бы. Валы, что пока набирались сил и паслись в окрестностях, вытаптывая траву, от каждого выстрела вздрагивали и косились на орудие. Офицер координировал стрельбу, изредка прикладываясь к биноклю, всматривался, только ему видны разрывы, потому что, отведя бинокль от глаз, это мысленно подсчитывал и только после этого давал указания подчинен. Буры установили пушки на всех господствующих высотах, по меньшей мере по одному орудию к резу, а то и по два, они били километров на восемь. Два дня назад Жубер разрешил выйти из города мирному населению, которое сперва отправили в местечко Интомби Кэмп, получивший среди буров прозвище Убежище Дорб. Там буры снабдили беженцев проянтом. Те, кто захотел добираться до родственников или родных, что жили в других районах Наталии и Капской колонии, отпустили на все четыре стороны. Зато теперь Жубер без угрызения совести мог приказать артиллеристам сравнять Леди Смит с землей, потому что там остались только военные или те, кто к военным себя причислял. Орудия британцев были менее дальнобойными и достать до бурского лагеря не могли. Они молчали. Похоже, такая безнаказанность вполне устраивала буров, и они совсем не готовились к решительному штурму. Неподалеку от пушек стоял человек со странным прибором, установленным на деревянной треноге. То ли телескоп, то ли пулемет. Человек крутил ручку прибора, которая очень походила на ручку пулемета Гатлинга, да и некое подобие короткого ствола у прибора имелось. Только из него пули не вылетали. Такой короткий ствол давал очень большую рассеянность. Попасть из него можно было разве что в цель в состоянии не более пары десятков метров. Прибор приятно трещал. Что это, спросил Рохлен офицера, наводчик? Правда, он не слышал, чтобы человек давал какие-то команды артиллеристам. Нет, сказал офицер, он говорит, что хочет запечатлеть нас для вечности. Ответа Рохлен не понял, но переспрашивать не стал. Часть бурской армии не стала задерживаться возле Леди Смита и двинулась дальше. Там она столкнулась с передовыми частями армии Редверса Буллера. Продвижение буров на юг заметно замедлилось. К Леди Смиту постоянно подходили новые ополченцы, но здесь они не задерживались, шли дальше на юг, чтобы блокировать Колен и прочие населенные пункты. Там буры наткнулись на передовые части армии Редверса Буллера. Дело ограничилось стычками, но продвижение на юг остановилось. Под Леди Смитом же чистой избургской армии вполне была сравнима с чистностью гарнизона города, которым командовал генерал Джордж Уайт. К тому же линия окружения была не очень плотной, и решив Суайт, устав от безделия, прорвать ее, то у него были большие шансы это сделать. Но он медлил и ждал, когда к нему подойдет подкрепление. Буры тоже чего-то ждали. Лишь вяло обстреливали город, применяя свою излюбленную тактику поражать противника из хорошо оборудованных укреплений. Рохлин читал отчет аналитиков из внешнеполитического отдела о том, что буры просто не способны атаковать, как это делают во всех остальных армиях мира. Тогда это показалось ему преувеличением. Теперь он стал убеждаться, что выводы оказались правильными. Буры не то, что не умели атаковать, они просто не решались этого делать. При таких атаках и городских боях потери слишком велики. Каждый командир ополчанцев отвечает за своих подчиненных, за каждого из тех, кто доверил ему свои жизни. Все они набирались из одного и того же района, и подчиненный с командиром до войны мог жить на одной улице или на соседних фермах. Тот же принцип, что и у казаков, только буры не были военным сословием. Как же командир посмотрит в глаза родственникам погибшим? Они ведь будут его спрашивать, почему он не уберег подчиненным. на улице города каждый дом становится укреплением, из каждого окна в тебя могут выстрелить. Взять город штурмом для буров превращалось в непосильную задачу, как для кочевников в свое время. Они предпочитали штурму длительную осаду. Обложить город со всех сторон кордонами, так, чтобы ни в него, ни из него и мышь не могла проскользнуть, обстреливать его из своих тяжелых орудий и ждать, когда ранения, болезни и голод вынудят гарнизон сдаться на милость победителям. Такое сидение могло продолжаться не один месяц, как только бурые не задумываются о том, что у них этого времени нет. У буров руки чесались с чем-то заняться, потому что без дела сидеть они не могли, но на штурм совсем не решались, поэтому вынашивали совсем уж фантастические проекты уничтожения Лиди Смита. Правда, реализовать их могли разве что те ученые, которых описывал в своих фантастических романах Жюль Верн, вроде Капитана Наэмо, Робура или Гектора Серводака. Один из проектов заключался в строительстве дамбы, тогда разольется Клипривер и затопит Лиди Смит. Но мало того, что вода будет подниматься в этом случае крайне медленно, так еще город затопит максимум по середину первого этажа. Штурмовать тогда его пришлось бы на лодках, а защитники вполне могут оказывать сопротивление, расположившись на верхних этажах здания и на крышах. Когда бурые начинали распевать псалмы, прекращая на время молитвы, все обстрелы, Рохлин уж начал подзревать, что они молят Господа не спаслать на головы солдат Уайта гром небесный и молнией, которые сожгут город. Этот проект был нисколько не фантастичный из строительства дамбы. Над лагерем трепетали флаги республик, которые очень походили на голландский. Точно такое же расположение и цвета полос, только возле древка шла вертикальная зеленая полоса. Рохлин поискал взглядом среди них германские, французские флаги и тот, под которым шли американские ирландцы лира на зеленом фоне. Воевать под флагами своих государств волонтеры не имели права, чтобы не возникло впоследствии никаких дипломатических сложностей. Американские ирландцы нации безроду и племени. Немцы намалевали на белой простыне черный крест, но он все равно отличался от государственного и скорее походил на те, что развивались над крестоносцами, которые шли освобождать от сарацин святую землю. В верхнем углу рядом с древком они расположили черного одноглавого орла с распростертыми крыльями. Французы на своем флаге изобразили петуха. Его гребень был красным, тело, голова и крылья синими, а на груди белое пятно. Наверняка над этим флагом уже потешаются, потому что петух похож цветом на заморенную голодом курицу. Да и у германцев орел ничем не лучше курицы вышел, подумал Рохлин. Надо и нам что-нибудь для нашего флага придумать. Но с орлами, пожалуй, экспериментировать не стоит. Не думаю, что наш двуглавый выйдет намного лучше германского. Надо что-то другое придумать. Иностранные добровольцы группировались в одном месте, хотя трудно было поверить, что такое соседство могло нравиться германцам и французам. Но выходило, что они отлично ладили друг с другом, и о проблемах Рура с Лотарингей не заикались. Вероятно, поводом к драке могла бы служить фраза «Вы мне за Рур еще ответите?» Лучше не упоминать в суе это название. «Этот город придется брать нам, вдруг понял Рохлин, русским и тем двум тысячам немцев, голландцев, французов и американских ирландцев. Если нас не перебьет всех на подходах, если нам удастся закрепиться на его окраинах, возможно, и буры тогда увидев, что мы гибнем за их свободу, вылезут из своих повозок и пойдут в атаку. Штурм Лидии Смита будет для нас убийственным сражением. «Дам туда», сказал он своим спутникам, указывая на флаги. «Чай не прогонят и на постой возьмут». Грохлин не сомневался, что французы примут русских с распростертыми объятиями. Подвинуться немного, чтобы новоприбывшим было место, где расположиться, поделиться съестными припасами информации. Буры снабдили русских добровольцев палатками, правда, добром своим делились неохотно. Палатки были новыми, вернее, их еще не использовали. Долгое время они валялись на складе. Оружие и винтовки Маузера тоже были новыми, еще в заводской смазке. Этого добра на бурских складах хватало, чтобы оснастить многотысячную армию. Добровольцам, которые будут приезжать в республики, не придется идти в бой с голыми руками и добывать вооружение у британцев. Аталана хил буро, как заботливые хозяева, собрали все винтовки, брошенные британцами, даже те, что были немного повреждены. Из двух-трех сломанных собирали одну хорошую, в результате разжились оружием еще на целый пехотный полк. Рохлин уже заметно устал в седле. Спина его то и дело сгибалась, а голова клонилась к холке лошади. Он отвык от таких упражнений, считал, что с появлением пулеметов и скорострельных пушек век кавалерии приходит к концу. А вот нет, попалки на войну, где без лошади не обойтись. Уры смотрели на русских, посмеиваясь, косились, потом что-то говорили друг другу на своем странном каркающем языке, в котором растягивались гласные. Рохлин делал вид, что не понимает ни слова. В глазах буров читал и что-то вроде «Вот, послал Господь помощников, как бы им самим помогать не пришлось». Рохлин знал, что к волонтерам буры относятся с недоверием. Вот и согнали их в один большой отряд, а в свои старались не принимать. Причиной тому стали случаи, когда несколько добровольцев, попав на прием к Крюгеру, тут же поинтересовались, сколько им будут платить, если они вступят в бурскую армию. Крюгер ответил, что платить им ничего не будут, надо обеспечить оружием провиантам. За просто так такие добровольцы воевать не захотели, и больше их в бурском стане никто не видел. Может, они к британцам переметнулись? Те ответы, не поскупятся. Но черное пятно из таких рвачей легло на всех волонтеров. Ладно, ладно, рано смеетесь. В деле посмотрим, кто чего стоит, отвечал им взглядом Рохлин, усмехаясь. Вы что ли город будете брать? Штаны тут протираете? Нас ведь жубер пошлет, нас, за нас ему перед родственниками и соплеменниками отвечать не придется. А сколько волонтеров при штурме погибнет, в уровне плевать. По мере того, как русские приближались к французским палаткам, там возникла заметное оживление. Из палаток начали вылезать люди, щурились от яркого света, прикладывали колбам ладони, наподобие козырька, разглядывая гостей. По местной моде все не брили бороды, а только ровняли. По размерам бород можно было определить, кто сколько здесь находится. У Рохлина была лишь небольшая щетина. Но со временем, когда и волосы на щеках все они станут похожи друг на друга, как братья, не различишь, кто бур, кто француз, кто русский. Это хорошо. Британцы наверняка будут считать добровольцев наемниками. Это значит, что если попасть к ним в плен, они без суда и с чистой совесть такого пленника могут расстрелять. Но если только мой чать делает вид, что пытаешь что-то сказать, но из-за контузии ничего путного не можешь, тогда есть надежда, что тебя оставят в покое. В генштабе, конечно, все честь по чести оформили. Дескать, Рохлин с Савицким в отставку накануне своей поездки в Южную Африку попали и устроились на работу репортерами из газет. Они русские подданные, но они военные, а в свободной стране каждый волен поступать, как ему вздумается, и власти не могут помешать своим гражданам в частном порядке отправляться на войну. Они представляют в данном случае не государственные интересы, а свои личные, вернее, интересы издательства. Но послали их репортажи писать, они волонтеры подались. Так ведь в гуще событий и репортажи лучше получаются, но ответственности за них государство не несет никакой и выручать из опасности не станет. В отряде Рохлин на таких подавших в отставку было чуть не ее третье. Он не был уверен, что люди эти ему сообщили свои настоящие фамилии, неважно. И еще он подозревал, что в том случае, если они в живых останутся и в Россию вернутся, то их не только в прежней должности восстановят, но и в звании повысят, поскольку они приобрели огромный опыт, оказавшись участниками боевых действий. Война здесь будет такой уж тридцать лет не было. С той самой поры, как Пруссия с Францией схлестнулись, когда она ружил Торингию-то. Рохлин вовремя остановил ход своих мыслей, огляделся по сторонам. Не дай бог начнет эти названия вслух говорить. Не дай бог кто его мысли угадает, но кажется все обошлось. Часть французов, прознав о гостях, выбралась из своих палаток и с интересом наблюдала за русскими, оценивая. Среди французов попадали совсем безбородые юнцы, совсем мальчишки, которые в Южную Африку удрали с гимназической схамьи и куда только родители смотрели. Кожа их потемнела, обветрилась, только это и говорило о том, что они в этих местах совсем не новички. «Гостей принимаете?» спросил Рохлин по-французски. «Всегда рады русским гостям», ответили по-русски. «Ильбуа де морей». Рохлин слышал прежде это имя. Человек с таким именем командовал французским иностранным легионом, размещенным в Тунисе и Алжири, а до этого воевал. Во франко-прусской компании послужил в Индокитаю. Интересно, каково ему соседствовать с немцами? Но Рохлин не стал демонстрировать перед французом свою осведомленность. Павел Рохлин они пожали друг другу руки. Вкусно пахло от полевой кухни, французы начинали собираться возле нее. Подходило время обеда, а по всему лагерю поднималось множество небольших дымов, обозначая места, где буры варили себе кофе. Рохлин втянул ароматный запах, ему до смерти захотелось горячего кофе и горячей похлебки. Он ведь последнее время питался одним вяленым мясом. Морель, похоже, прочитал его мысли, улыбнулся и щедрым жестом пригласил русских к своему бьюаку. Французы пропустили гостей вперед, и те первыми протянули своей жестиной миске повару. Рохлин усмехнулся, потому что и он, и его товарищи сейчас очень напоминали нищих бродяг, которым благотворительная организация привезла бесплатную еду. Как здесь, спросил Рохлин, принимая запохлебку. Ждем, сказал Морель, только вот неизвестно чего. Надеемся, что британцам наскучит сидеть в городе, как в норе, и они выберутся на свет. Но что-то я сомневаюсь, что они оттуда вылезут. С юга к ним армия Буллера пробивается. Если бы нас навстречу к нему отправили, мы бы встретили. Он бы встречу эту запомнил. Его там бота ждет. Он погорячее жубера, помоложе все-таки. Он дошел до коленца и занял оборону по берегу Тугелы. Понятно, протянул Рохлин, как он предполагал. Заняв стратегическую оборону, о дальнейшем выступлении не думали, а жаль. Нам надо бы о себе командование доложить. Ну, тут такое дело, сказал Морель, чуть медля с продолжением фразы. В общем, вы ведь знаете, что буры всех волонтеров в один отряд согнать хотят. А в отряде в любом случае нужен командир. Буры свои голосования выбирают. Мы не стали отходить от этой традиции. И тоже нечто вроде собрания организовали, в котором все участвовали, и немцы, ирландцы, ну, и мы. В общем, выбрали воевал еще кое-где. Я знаю, остановил Урохлин, я слышал о вас. Вот как удивился Морель. Приятно. Я вот к чему говорю. Вас то на том голосовании не было, может, вы против моей кандидатуры высказались бы? Тогда мне командиром не стать, потому что, признаюсь, преимущество мое не таким уж явно над другими кандидатами вышло. Мы принимаем вашу кандидатуру как командира над всеми волонтерами, заверил Урохлин. Отлично, повеселел Морель. О своем прибытии можете Жуберу вложить. Его палатка стоит в центре лагеря. От остальных она мало чем отличается. Но если заблудитесь, спросите любого встречного, где Жубер находится. Вам объяснят. Спасибо, сказал Урохлин. Он уже съел похлебку, на месте ему не сиделось, хотелось осмотреть лагерь, да и пройтись немножко. Так что он готов был тут же отправиться к Жуберу. Предложил бы вам отметить наше прибытие, сказал Морель. Благозапасов местного вина у нас в избытке. Надо заметить, оно чудное. Не такое, как наше, но очень хорошее. Однако Жубер не переносит запах алкоголя. Боюсь, если вы к нему заявитесь, выпив хотя бы стаканчик, вы себе все впечатление испортите. А первое впечатление уже не исправишь. Возвращайтесь, отметим. Буры перерезали все телеграфные провода, а обрывки которых теперь сиротливо свисали со столбов, надеясь таким образом погрузить Леди Смит в информационную блокаду. Но мало того, что защитники города поднимали воздушный шар и могли прочитать сообщения, передаваемые гелиографами из армии Булера, так еще и выяснилось, что они сумели наладить еще один колл для связи. Жубер вертел в руках окровавленный листочек бумаги и внимательно его рассматривал. Поначалу Рохлин подумал, что буром удалось перехватить курьера, а кровь на листочке свидетельствовала о том, что курьера убили. Так оно и было на самом деле, вот только курьером был не человек. На столе, что располагался в центре палатки, лежало крохотное тельце почтового голубя. Меткий выстрел буквально снес ему голову. Тот, кто это сделал, был настоящим снайпером, кто на большом расстоянии мог угодить в глаз зверьку, чтобы не испортить его шкурку. Заметить голубя, высоко летящего в небесах, очень трудно. Это под силу лишь человеку, обладающему орлиным зрением, а попасть в него совсем уж задача непосильная. Возможно, заслуга в этом неметкого стрелка, а то, что буро для поимки таких курьеров использовали каких-то хищных птиц, которых сумели приручить. Среди местной живности водились даже орлы-ягнятники, которые с легкостью могли задрать теленка, а уж поймать голубя для них была совсем простой задачей. — Позвольте обратиться, манхер, — сказал Рохлин, чтобы жубер скосил на него взгляд. — Обращайтесь, — разрешил тот, но вид у него был недовольным, словно его отвлекли от важного занятия. Все-таки Рохлин сумел испортить о себе первое впечатление. — Я командир русских волонтеров. Мы только что прибыли в лагерь. Можете нами располагать. — Сколько вас? — Девяносто три. — Хорошо, кивнул жубер, — Прямо это к сведению. Других волонтеров ж нашли? — Да, сказал Рохлин. — С их командиром познакомились? — Да. — Вот отдыхайте до дальнейших распоряжений. Тут же добавил — Мне ваше лицо знакомо, где я мог вас раньше видеть. — На совещании у Крюгера перед началом войны, пояснил Рохлин. Он уж было обрадовался, что жубер придумает такие им занятия, но его надежды не оправдались. — Хммм, промычал жубер, раздумывая, — Хорошо, идите. Взглядом Рохлин зацепился за странную конструкцию с покатым верхом накрытой тряпицей. Она вполне могла оказаться клеткой, где отдел праведных отдыхал охотник за британскими посыльными. Ягнятник туда не поместится, но для орла меньших размеров клетка подходила. Жубер перехватил его взгляд и поспешил избавиться от визитера. — Идите, идите, — проворчал он. Возвращаясь к волонтюрам, Рохлин все думал, что стал участником странной шахматной партии. Ему отведена роль то ли пешки, то ли фигуры покрупнее. Причем игра ведется по особым правилам, когда можно в течение партии выставлять новые фигуры, и необязательно это происходит после того, как пешка дойдет до конца поля. Его отряд еще не выставили на доску, и теперь он хотел понять позицию на шахматной доске. Рохлин дошел до границы лагеря, миновало орудие, взобрался на небольшой холм, с которого открывался вид на город. Леди Смит накрывала пыльная туча. Постепенно она густела. Тут и там среди домов возникали дымные столбы, а дома рушились, кирпичи сползали, как камни во время горного бала, перегораживая улицу. Изредка по улицам пробегали солдаты в форме и цветах хаки, но улицы были такими пыльными, что за минуту, проведенную на них, любая одежда приобретала защитный цвет, а лицу покрывал пыльный грим. Над городом висел воздушный шар. Бурские артиллеристы, порой упражняясь в меткости, пытались перебить трос, связывающий шар с землей, но у них это совсем не получалось. Попасть в такую цель попросту было невозможно. Снаряды взрывались только после соударений с твердой поверхностью. Взрываясь они через определенное время, после выстрела, тогда, возможно, воздушный шар удалось бы сбить. Взрыв шрапнели неподалеку от шара пробьет тонкую оболочку по множеству мест, тогда шар быстро сдуется, упадет камнем. Ружейные пули его не вставали, слишком далеко. В корзине под шаром что-то постоянно сверкало, там бегали солнечные зайчики. Рохлин догадался, что в корзине стоит гелиограф, и британцы передают какие-то сообщения, идущие на помощь частям. Пушки, что сняли в городе, иногда огрызались. Судя по глухим раскатам и мощным взрывам, там находились корабельные эрудии огромного калибра. Но и их снаряды ложились в лучшем случае среди траншей, которые буры вырыли вокруг города на тот случай, если британцы попробуют выбраться из ловушки. В траншеях сейчас находилась только часть дозорных. Подходы к траншеям с стороны города закрывали густые заросли колючей проволоки, державшейся на нескольких столбиках. Точно они огораживали загон, где посло стадо коров. Это было бурское изобретение. Прежде Рохлин никогда такой защиты не встречал и взял на заметку как очень эффективный. Устанавливать его очень легко, а наступающая армия, чтобы преодолеть колючую проволоку, потеряет много времени, пока она будет резать ее, окажется практически беззащитной под огнем обороняющихся. Британцы сидели за брустерами, сделанными из мешков с песком. Изредка в бойнице появлялся пробковый шлем наблюдателя, блестел солнечный зайчик на стеклах бинокля или на пенсной офицера. Буры заключали друг с другом пари. Сумеет ли снайпер, подобравшись поближе к позициям неприятеля, снять наблюдателя за то мгновение, что его голова видна в бойнице? Попал, кричали они, когда пробковый шлем британца разлетался в куски, словно перезревший арбуз. Впрочем, британцы, потеряв таким образом несколько человек уже в бойницах не показывались, но, чтобы подзадорить буров, да и себя развлечь, показывали в них пробковые шлемы, надетые либо на длинную палку, либо на кончик штыка. Попал, кричали буры, когда пуля сбивала шлем с подставки. Но те буквально через несколько секунд вновь появлялись в бойнице. Но некоторых из них уже виднелись не одна, а две, три, а то и больше пробоин. Буры поначалу радостно встречали любое попадание в пустой шлем, но так они лишь понапрасну тратили свои патроны, и командиры приказали прекратить обстрел. Как только это произошло, британцы точно прочитали мысли буров, и в бойнице появились головы сразу нескольких наблюдателей. Буры вновь обстреляли бойницы, но там вновь показывались лишь пустые шлемы. Проходя по лагерю, Роклин подслушал разговор двух буров, которые рассказывали о том, что минувшей ночью британцы устроили вылазку, добрались до траншей, пятерых бюргеров, которые в тот момент там находились, закололись штыками, а одного захватили в плен. Роклин замедлил шаг, чтобы дослушать до конца этот интересный разговор. Буры, к счастью, не обратили на него никакого внимания, прихлебывая ароматный кофе. Они стали рассказывать о том, что Жубер перехватил послание от булера к Уайту, где сообщалось, что его армия собирается завтра отковать бурские позиции и пробиваться к Леди Смиту, а Уайт в свою очередь должен отковать буров из города. Вот что было в сообщении, которое рассматривал Жубер. Здесь совсем не умеют хранить секреты, и до тех планах буров тоже в скорости становится известно всем, и британцам в том числе. Он быстро дошел до палаток французов и заметил, что поселение заметно разросло за счет палаток, поставленных русскими волонтерами. Мораль его ждал, хитро улыбаясь. За дружбу между Россией и Францией, тут же произнес он тост, не дав Фрохолин даже сесть поудобнее, и сунул ему глинную кружку, разлив содержимое от купоренной бутылки, которую держал в руке. Кружки он наполнил до краев, «Мне бы своих проверить», стал что-то возражать Трохлин. «Да все ваши с моими уж пьют вино, и с немцами пьют, и с ирландцами. У вас с ними хорошие взаимоотношения, но как иначе, нам же вместе воевать? Что было, то было. У вас же говорят, кто старые попомнит тому глаз вон. Я бы с их командирами вас познакомил. Но лет-то вы сейчас в лагере нет, и о лире непонятно где шляется. Они ведь знали, что вы прибудете, только не знали когда. Знали бы тогда точно в лагере находились. «Да, дисциплина тут страдает», ответил он на немой вопрос Рохлина. «А что, затянется компания? Помяните мое слово, буры по домам разъедутся. Это сейчас они весь урожай свой собрали. По местным понятиям зима приближается, вот они и решили повоевать. Но как весна настанет, поля засеивать придется, тут они и на свои ферм потянутся, и никто их удержать не сможет, потому что они все добровольцы, как и мы. И кто тогда воевать с британцами будет? Правильно, мы. Ну-с, за дружбу». Вино оказалось и вправду вкусным, да еще французы достали кусок пахучего сыра, пили долго, придумывая все новые и новые тосты. За проливы, которые должны достаться русским, за Суэцкий канал, который должен перейти под юрисдикцию Франции, за то, чтобы Британия ушла не только из Южной Африки, но и из других своих колоний, чтобы у нее остался лишь один остров, чтобы она жила там, как старая беззубая собака в своей конуре. «Все наши отряды теперь называются иностранный легион», заплетающим серьги языком, рассказывал Морель. «Бурые сами это название придумали, или ты посоветовал?» «На ты они перешли уже после первого тоста». «Я, конечно», заулыбался Морель. «А что, тебе не нравится?» «Нравится?» «Чувствуется свое влияние в этом названии». Морель, разлив бутылку до донышка, как волшебник, взмахивал рукой, и откуда-то появлялась следующая целая бутылка. Им не было конца. Скоро весь пол в палатке был уставлен пустой тарой. Рохлин чувствовал, что в голове его туман, а ноги плохо держат. Если ему даже удастся подняться, в чем он тоже сомневался, то устоять на ногах точно не сможет. «Жаль, что водки нет», посетовал Морель. Он то ли констатировал факт, то ли задавал вопрос, надеясь, что Рохлин протащил бутылку через полмира. А тому пришлось разочаровать нового друга. «Жалко, я ее три года назад на совместных учениях попробовал», сказал Морель. «Тогда и полюбил. Усталость хорошо снимает, только надо меру знать». Он даже не посмотрел на Рохлина после этой фразы. «И так было понятно все, что за совместные учения и где они проходили». «Разумно, что французы отправляют сюда своих офицеров. Опыта в кабинетах не наберешься». «Я тоже был на тех учениях заговорщически», сообщил Рохлин и искосо взглянул на Морель. «Под той поры и выписываю водку из России. Она у меня в подвале всегда есть. Бутылки холодные, запотевшие, роса на стекле». Мечтательно протянул Морель, чуть закатив глаза, будто стихи читал. «Стаканчики ваши маленькие тоже есть с императорским гербом. Удобная штука, как раз на один глоток, но большой. Некоторых моих сослуживцев такой глоток с ног сбивал». Смеялся Морель. «И еще икру вашу заказываю». «Она стоит, правда, очень дорого, да еще огурцы и соленые с квашеной капустой. Привозят в бочонках». «У нас, конечно, кухня тоже богатая, но так квасить капусту и солить огурцы не умеют». После гастрономических воспоминаний они перешли к обсуждению хода войны. Морель рассказал о пулях, которые здесь повсюду применяют британцы. Называются они «Дум-Дум» и делаются где-то на фабрике под Бомбеем. Именно в Индии, подавляя очередное восстание местного населения, британцы испытывали эти пули на людях. А ведь одна такая пуля могла убить слона или носорога. Рохлин знал об этих пулях, ему даже показывали одну в Санкт-Петербурге, которую прислал российский консул в Индии. Она походила на цветок с острыми лепестками. Кончик пули был крестообразно распилен. Когда пуля попадала в тело, то входное отверстие получалось небольшим, но внутри человека пуля раскрывалась, будто взрывалась маленькая бомба, перемешивая внутренние органы и ломая кости. Уж если она выходила наружу, то рана выглядела ужасно. Из человека вырывался огромный кусок плоти, а внутренности превращались в фарш. Из человечной оружия скажу я тебе, любая рана человека калекой делает, попадя на в руку или в ногу, без них и останешься. Ну, а если в грудь или голову, то шансов спастись никаких. Госпиталь из этого подальше от лагеря в тыл переместили, чтобы стонов раненых не слышать. Пока раненых немного. Но что будет, когда леди смет брать пойдем? Морель полез в карман куртки, и на лице у него застыло задумчивое выражение. Наконец его пальцы что-то там нашли, ухватили и потащили наружу. Пару раз находка срывалась, цеплялась за ткань, будто не хотела выбираться из кармана. Рохрин молча наблюдал за Морелем. Француз разжал наконец перед ним кулак. На ладони лежал раскрывшийся металлический цветок, отмытый от крови. Рохрин, непонимающий, уставился на Мореле и сказал «Я уже видел Дум-Дум». «Возьми», сказал француз. «Зачем?» удивился Рохрин. «Возьми», повторил Морель. «Мы тут все становимся слишком суеверными. У нас появилось поверье, что если у тебя есть такая пуля, то еще одна тебе не достанется. Тут вроде оберега. Все хотят раздобыть такую пулю». «Ты в это веришь?» «А во что здесь еще верить?» «И действует», нахмурился Рохрин. «Да», кивнул Морель. «А ты?» «У меня еще есть». «Откуда?» «Из госпиталя, там таких много». «Спасибо. А что мне с ней делать?» «На цепочку повесь рядом с крестом или в кармане носи». «Спасибо еще раз», сказал Рохрин. Подержал пулю на своей ладони, внимательно рассматривая, а потом спрятал в карман куртки. На следующий день, ближе к полудню, Рохрина вызвали в палатку к Жуберу. Это было неожиданностью. Рохрин думал, что о нем забудут. В лучшем случае надеялся, что его и подчиненные будут использовать на лете траншей, как дармовую рабочую силу. Его, похоже, уже начали узнавать. И дозорный, что стоял возле входа в палатку, скорее для проформы, чем для дела, ничего не спрашивая, пропустил его внутрь. Палатки развесили карту подступов к Лиде Смиту. Рядом с ней стояли Жубер, Морель и, как догадался Рохрин, командиры немецкого и ирландского отрядов Пауль фон Форбек Леттов и Даниэль Оли. Рохрин понял, что пришел самым последним. Посыльному действительно пришлось его немного поискать, прежде чем он сообщил Рохрину, что Жубер желает его видеть. «Прошу прощения за опоздание», сказал Рохрин на африканц. Жубер кивнул ему. Остальные присутствующие тоже. «Теперь, когда собрались все», сказал Жубер, «я могу рассказать вам, что от вас потребуется в завтрашнем сражении». Палатке было не очень светло, и чтобы все могли в подробностях различать символы на карте, Жубер приказал принести несколько маслных ламп. Бурые несколько раз ходили к городу и похищали солдат с передовой линии, поэтому Жубер уверял, что сведения точны. Их проверяли и перепроверяли. Он водил указкой по карте, показывая, где у британцев установлены пулеметы, где орудия, какого они калибра, а где подступы к городу затруднены из-за холмистой местности. Каждый сектор города британцы поделили между подразделениями. «Завтра на рассвете Уайт будет атаковать наши позиции и вот здесь». Кончик указки Жубера ткнулся в юго-западную оконечность города. Британцы в начале осады несколько раз предпринимали вылазки, чтобы проверить, насколько сильно укрепились буры. Вдоль реки он попробует пробиться к коленцу на соединение с армией Буллера. Уайт будет уверен, что Буллер одновременно с ним атакует наши позиции. Вот только Буллер их не атакует. Все молчали и ждали приговора. Собственно, все уже и так догадались, что от них потребуется. Буры ведь никогда не выдерживали штыковых атак. Предпочитали убраться прочь от надвигающей со стены сверкающей на солнце стали, если не могли ее остановить. А там в городе как раз их и ждала эта сверкающая сталь. Когда войска Уайта завязнут в нашей обороне, иностранный легион атакует леди Смит с северо-востока от холма Буллвана. Вас поддержит артиллерия, вам дадут пулеметы. Ваша задача закрепиться в городе и обороняться до той поры, пока следом за вами в город не подойдут наши отряды. Возможно, это был отвлекающий маневр, и когда они закрепятся на окраинах города, никто им на помощь не подойдет. Британцы будут перебрасывать со всех участков все новые и новые подразделения, пока не выбьют наконец-то русских, французов, немцев, ирландцев из Редис Смита. Их будет не так-то просто выбить. Что, что, а уж драться за каждый дом и улицу они умеют превосходно. И, скорее всего, добровольцы там все останутся завтра. Это будет первый и последний бой. Впрочем, что еще можно было ожидать? Что буры будут беречь их? Нет, напротив, они должны отправлять добровольцев на самые опасные участки фронта, чтобы поберечь своих людей. За них командиры в ответе перед родственниками, а за добровольцев они не будут держать ответ даже перед Всевышним, когда их призовет он на свой суд. Моррель своим отрядом находился под Легисмитом дольше всех и успел облазить подходы к городу. Большая часть его лежала в излучине Клип-Ливер, вода защищала его как ров в древнюю крепость. Форсировать реку было равносильно самоубийству, и, по сути, атаковать можно было лишь с одной стороны, между двумя холмами, на северо-востоке, где протекал один из притоков Клип-Ривер, и еще шла железная дорога. Ретт на Моррель поделился своими измышлениями с Жубером, и план атаки разработал именно он.